мы с вами будем начинать продолжаем работу нашей секции которую мы начали вчера те кто новый присоединился кратко скажу что наша секция посвящена опыту российскому опыту применения технологии с доказанной эффективностью в образовательных учреждениях речь идет у нас о детях с расстройством аутистического спектра и о том каким образом удается нашим специалистам отечественным применять те технологии которые взяты на западе и что из этого у нас получается и сейчас мы продолжаем эту работу и приглашаю я первого нашего выступающего лилия клопакова центра белая ворона итак добрый день уважаемые коллеги я сегодня не буду говорить о скажем так о том насколько эффективны те технологии которые мы используем в рамках инклюзивного образования я сегодня хочу поговорить о тех проблемах с которыми мы сталкиваемся то есть на сегодняшний день я работаю в качестве клинического супервизора шести площадок города воронежа и трех площадок белгород и также еще одной площадке города москвы необходимо сказать что на сегодняшний день проблема инклюзивного образования для детей с расстройством аутистического спектра чрезвычайно актуальна связи с тем что все большее количество этих детей приходит в образовательной организации то есть эти дети у нас появляются и на этапе дошкольного образования на этапе школьного образования и к сожалению очень много детей приходит именно в первые классы тех детей которые ранее не были диагностированы то есть возникает такая ситуация что у нас мама в возрасте там где-то шесть 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 с половиной лет ребенку понимает что ребенку срочно нужно идти в школу его нужно готовить и она обращается комиссии центральной психологопедагогические комиссии говорит о том что ребенок должен быть зачислен в тот или иной класс очень часто складывается такая ситуация что дети не прошедший этап дошкольного образования не готовы к тому чтобы быть включенными общеобразовательной организации даже на уровне ресурсных классов и так для того чтобы у нас создаваемая модель которую мы создаем для конкретных детей было эффективно она должна быть ориентирована в первую очередь на успешность каждого конкретного ребенка она должна быть обеспечена специалистами прошедшими обучение в рамках той модели той парадигмы в которой работает тот или иной ресурсный класс или автономный класс или ресурсная группа и также эта модель должна удовлетворять родительский запрос то есть ребенок должен идти в ту образовательную организацию в которой ребенок может обучаться на сегодняшний день по выбору родителя это гарантируется родителям согласно законам образования можно следующий и так когда у нас если нам очень сильно везет у нас родители обращаются на цпмпк когда у нас ребенок находится на этапе дошкольного образования то есть если у нас ребенка диагностировали например два с половиной в три года ребенок проходит диагностику соответствии с тем диагнозом который у него выставлен и совместно если у нас качественно грамотно подготовленные педагоги если хорошо проведена предварительная диагностика принимается решение например включение ребенка в тот или иной детский садик очень часто вот сегодняшняя сегодняшний запрос родителей заключается в том чтобы на уровне детских садов были организованы так называемые ресурсные группы которые бы работали в продиме прикладного анализа поведения с чем мы сталкиваемся сталкиваемся с тем что на сегодняшний момент любой родитель приходя в детский сад по закону имеет на это право другой стороны у нас недостаточное количество специалистов которые могли бы оказать должный уровень поддержки такому ребенку очень часто у нас приходят детки с серьезными поведенческими сложностями и в один детский сад могут быть одновременно включены дети различного уровня развития и различной степени поведенческих нарушений иными словами когда мы включаем ребенка в ресурсную группу мы должны четко выстраивать тот образовательный маршрут ориентируясь на конкретного ребенка на конкретные проблемы которые у него возникают здесь у нас большая проблема снега с неподготовленностью кадров то есть у нас недостаточное количество тьютерского сопровождения очень часто у нас не готовность самого детского сада к тому чтобы оказывать столь интенсивную поддержку детям на уровне дошкольного образования но по факту эти проблемы мы постепенно решаем специалистов обучаем и то что мы видим на выходе наших детей из ресурсных групп у нас уже есть такой опыт когда наши дети переходят в общую образовательную организацию структуру например ресурсных классов и мы видим значительно большую эффективность вмешательства на начальном этапе нежели работать с теми детьми которые приходят в детский сад нежели с теми детьми которые приходят прошу прощения в школу не пройдя вот эти этапы дошкольного образования иными словами нам очень важно создать этапность при переходе ребенка из дошкольного учреждения в школьные учреждения и как мы в дальнейшем сегодня чуть-чуть поговорим о том чтобы создать условия для профориентации поддержки программы 18 плюс для этих детей то есть сопровождение детей начиная дошкольного образования заканчивая получением профессии и так основными задачами инклюзии на дошкольном этапе на наш взгляд является первое определение наиболее эффективного маршрута абилитации для детей с раз что имеется ввиду какой-то ребенок входя в дошкольные учреждения может быть включен в общую группу детского сада начиная с этапа входа какие-то дети страдающие имеющие серьезные поведенческие сложности могут быть включены на какой-то промежуток времени некоторым детям нужна индивидуальная поддержка на уровне индивидуальных занятий с педагогом 1 на 1 или сопровождение тьютера уровень тьютерского сопровождения для конкретных детей тоже должен определяться индивидуально то есть очень часто мы видим такую ситуацию что когда ребенок у нас заходит детский сад родители настаивают на сопровождении тьютером один к одному то есть на одного ребенка один тьютер для детей у которых не столь выражены поведенческие сложности у которых основная сложность это социальное взаимодействие коммуникация для некоторых детей такой уровень сопровождения не актуален и не обоснован очень хотелось бы обратиться к родителям когда они запрашивают уровень тьютерского сопровождения объяснить им что при длительном сопровождении тьютером один на один мы формируем у наших детей выученную беспомощность то есть то что я сейчас вижу для детей которые могли бы быть более функционально взаимодействие со своими сверстниками без такой индивидуальной постоянной поддержки они продолжают ориентироваться на тьютера то есть ребенок может коммуницировать со своими сверстниками может взаимодействовать но его уровень взаимодействия всегда обращен не к сверстнику а к тьютеру который его сопровождает поэтому очень важно в свое время но убирать тьютерскую поддержку здесь я понимаю чаяния родителей которые думают что чем больше тьютер сопровождает ребенка тем более эффективное обучение здесь нужно понимать основные проблемы которые испытывают дети сразу входя учебные учреждения да очень часто на этапе обучения каким-то введения каких-то базовых академических навыков тьютерская поддержка действительно необходимо но на уровне дошкольного образования у нас начинается формирование понимания фронтальных инструкций если очень много тьютера восприятие фронтальных инструкций у ребенка может не сформироваться здесь безусловно очень важно понимать какова степень поддержки тьютерская должна быть для каждого конкретного ребенка индивидуально и здесь мы сталкиваемся с вопросом такой насколько качественно и эффективно у нас тестируются дети на входе то есть составление индивидуальной программы развития для каждого ребенка с учетом его дефицитов мониторинг своевременный мониторинг его успехов позволяет нам динамически менять сопровождение того или иного ребенка в ходе обучения также значительной сложностью в ряде дошкольных образовательных организаций является сопровождение индивидуальной программы ребенка дополнительными специалистами например у нас по заключению цепи мпк каждый ребенок с расстройством аутистического спектра практически каждый получает рекомендации по работе с логопедом дефектологом и так далее но когда у нас ребенок входит дошкольные учреждения очень часто дошкольные учреждения не обеспечены этими специалистами которые могли бы оказывать поддержку нашим детям в должном объеме и кроме того здесь мы сталкиваемся с тем что даже если эти специалисты есть они к сожалению не обладают достаточными компетенциями для того чтобы работа с детьми с расстройством аутистического спектра если у этих детей есть какие-то поведенческие сложности здесь мы эту ситуацию также решаем постепенно в ряде образовательных организаций выходим из ситуации таким образом что специалисты которые работают с нашими детьми проходят дополнительное обучение в рамках прикладного анализа поведения и надо сказать что те специалисты которые проходят это обучение работают эффективно и видят эффективность того метода который мы внедряем то есть если на этапе входа у нас многие специалисты которые давно работают в детских садах и которые четко нам на входе говорят да я знаю как с этими детьми работать и на начале на старте работы вдруг понимают что ваш ребенок такой поведенческий да мы я думаю что все родители столкнулись такой историей что когда посадите ребенка за стол тогда я начну с ним работать да на сегодняшний момент мы обучили тех специалистов которые работают с нашими детьми прикладном анализу поведения сейчас они не боятся работать с любыми детишками с поведенческими сложностями другое дело что программа обучения составлена специалистом дефектологом и логопедом для детей с рас значительно конечно отличается от тех программ которые пишутся для детей с другими нозологиями и так как я уже сказала основными проблемами на данном этапе является отсутствие достоверно диагностического инструментария то есть мы все знаем как тестируются дети на входе например дошкольной образовательной организации в школу то есть цепь мпк которая проходит на каждого ребенка выделяется примерно 10-15 минут максимум для того чтобы определить весь спектр дефицитов того или иного ребенка за такое количество времени становится просто непосильная задача для специалистов работающих педагогических комиссиях и здесь важно очень важно нашим специалистам дать те инструменты которые на сегодня существуют в мире которые позволяют диагностировать детей с рас более эффективно на сегодняшнем этапе вот у нас когда детки входят ресурсные группы они тестируются уже на уровне ресурсных групп теми инструментами которые приняты в мире там кто-то работает по vb map кто-то по кто-то работает по dc используются другие диагностические инструменты почему это так важно потому что именно эти диагностические инструменты позволяют нам определить текущий уровень развития нашего ученика и те текущие дефициты которые необходимо компенсировать на начальном этапе то есть все мы знаем что развитие ребенка с раз она носит такой мозаичный характер то есть каких-то областях ребенок у нас развит выше чем его нейротипичные сверстники а в каких-то областях у нас ребенок дефицитарь значительно больше поэтому выстраивание индивидуальной программы безусловно должно идти исходя из сильных сторон ребенка с тем чтобы компенсировать те дефициты которые для ребенка на сейчас наиболее актуальны да то есть в нашей дефицитологии это называется зоной ближайшего развития то есть именно эти диагностические инструменты позволяют нам это сделать сегодняшняя диагностика на уровне пмпк которые проходят наши дети к сожалению выстроить такую программу сбалансирована для ребенка не позволяет слишком мало времени и малое количество специалистов обладающие этим инструментарием также на дошкольном этапе с чем мы сталкиваемся но это как правило уже старшие группы группы подготовки школе к школе связано с тем что у нас очень поздно многие родители обращаются за помощью часто сталкиваемся с такой ситуации что у нас приходит ребенок детский сад педагоги детского сада говорят обратитесь пожалуйста там например психиатру или к неврологу потому что мы видим что вашего у ребенка те или иные проблемы родители очень часто трудом воспринимают такие рекомендации ребенок выходит на надомное образование то есть он уходит от дошкольного учреждения потому что детский сад у нас не справляется с поведенческими сложностями но ближе к школе родители стараются вернуть такого ребенка обратно и здесь эту проблему необходимо решать информированием родителей обязательно что объяснять родителям то что чем позже мы поставим такому ребенку диагноз чем позже такой ребенок будет включен в коррекционную систему образования имеется ввиду что чем позже такой ребенок будет получать специфическую поддержку от специалистов которые ему необходимы тем сложнее компенсировать дефициты и так будем надеяться что наш ребенок из дошкольного образовательного учреждения переходит к школьному периоду здесь у нас также на входе как мы все знаем идет центральная психолога педагогическая комиссия которая согласно закону об образовании на сегодняшний день обязана распределить ребенка в ту школу которые в которой родители хотят его обучать согласно вступившим силу в госс на сегодня у нас дети определяются по программам 8.1 8.2 8.3 8.4 здесь сталкиваемся также с теми проблемами что у нас очень непрозрачные критерии при определении той или иной программы например у нас ребенок программа 8.1 8.2 тоже насходит общее образовательную программу наравне со своими нейротипичными сверстниками при этом программа 8.1 предполагает собой пролонгацию маршрута для конкретного ребенка на один год что мы видим по факту если к нам приходят на комиссию родители без выставленного на сегодня диагноза умственной отсталости который коробит всех родителей на самом деле является на сегодня для детей сразу достаточно спорным потому что по мировой статистике более 60 процентов детей в том числе невербальных с расстройством аутистического спектра имеет айкью такой же как у сверстников и выше здесь мы получаем такую историю что у нас приходит ребенок без выставленного диагноза но серьезными поведенческими сложностями комиссии очень сложно определить какой конкретно будет маршрут 8.1 или 8.2 для поведенческих детей тех детей которые демонстрируют нам на уровне комиссии какие-то поведенческие сложности как правило прописывается программа 8.2 но точно также очень тяжело диагностировать невербальных детей то есть тех детей которые не говорят очень сложно их диагностировать еще по той простой причине что любой ребенок с расстройством аутистического спектра попадая в новую среду работая с новыми педагогами может не показать тех знаний которые у него есть в любом случае если диагноз умственной отсталости не выставлен ребенок у нас получит программу 8.2 по факту входя такой ребенок общеобразовательный или ресурсный класс испытывая те или иные поведенческие сложности и будучи дефицитарен по тем или иным областям развития программу не берет и здесь мы сталкиваемся с тем что у нас возникают проблемы с аттестацией этих детей мы прекрасно понимаем что ребенок объективно у нас должен идти по программе 8.3 по заключению цепи мпк у нас идет по программе 8.2 и здесь у педагогов возникает проблема как писать индивидуальную программу развития для данного ребенка например если по программе 8.3 мы имеем больше возможности создание часов для коррекционно развивающей деятельности который более актуально для данного ребенка программу 8.2 и 8.1 предполагает под собой большее количество часов академических занятий и мы сталкиваемся с такой ситуации например что у нас ребенок который объективно идет по программе 8.3 или 8.4 который по сути дела приходит в школу в памперсе у которого отсутствуют навыки самообслуживание но исходя из заключения цепи мпк мы вынуждены прописывать ему программу 8.2 то есть вместо того чтобы компенсировать те дефициты которые для него более актуальны мы вынуждены давать ребенку академические навыки здесь безусловно нужно решать эту проблему здесь безусловно нужно решать эту проблему и на уровне родительского сообщества да то есть поняла объясняет родителям что постановка не постановка диагноза не написание того или иного диагноза не решит проблем ребенка чем позже мы выстраиваем индивидуальный образовательный маршрут того или иного ребенка тем сложнее ему дальнейшим будет интегрироваться итак с чем мы столкнулись на сегодняшнем этапе так у нас в одном ресурсном классе очень часто обучаются дети программу 8.1 8.2 8.3 8.4 что существенно затрудняет образовательный процесс потому что в том числе в ресурсном классе у детей продолжается формирование восприятия фронтальной инструкции что такое фронтальная инструкция это значит что у нас учитель ведет урок и ребенок должен ориентироваться на учителя теперь представляем себе программу 8.1 8.2 там где дети у нас изучают сложение и программу 8.3 8.4 где у ребенка отсутствует навыки визуального восприятия который не понимает цифр не знает букв и навыки эти ребенку даются достаточно тяжело вот они у нас сидят в одной группе то есть либо мы ставим ребенка программу 8.3 8.4 в состоянии не успеха то есть ребенок действительно не понимает того что происходит это снижает и без того невысокую учебную мотивацию для конкретного ребенка либо мы уделяем большее количество времени программам 8.3 8.4 в то время это значит что в это же время мы не даем внимание и поддержки программам 8.1 8.2 поэтому поэтому настал вопрос о возможности организации в условиях одного образовательного учреждения одновременно и автономных и ресурсных классов в чем основная разница можно дальше итак если у нас остается автономный класс то дети здесь включаются в автономный класс не будучи приписаны к регулярными к регулярным классом это дети которые проводят на территории автономного класса больше 50 процентов времени это дети которые аттестуются по программе 8.3 8.4 очень важно понимать что кроме социальной инклюзии которые доступны в этот момент детям программ 8.3 8.4 для них точно также возможно инклюзия общий образовательные классы на те предметы в которых ребенок успешен да то есть нам очень важно создавать так называемой ситуации коммуникативных инициатив и социального взаимодействия между детьми с аутизмом и нейротипичными сверстниками вне зависимости от тех академических сложностей которые у этих детей на сегодня есть но таких детей скорее всего на начальных этапах мы будем включать на уроки музыки на уроки творчества мы будем выходить с ними на перемены участвовать в общий режим школьных моментов но навряд ли мы такого ребенка поведем на урок математики навряд ли такой ребенок у нас пойдет на урок русского языка если же у нас у меня есть опыт такой что у нас например детки в первом классе по математике демонстрируют навыки на уровне второго третьего класса очень часто такое бывает а например на уровне по предметам русского языка не дотягиваю до дошкольного образования то есть такой ребенок вполне может посещать урок математики а со своим регулярным классом а уроки русского языка проходить на территории автономного класса регулярные классы это дети которые зачислены ресурсный класс это дети которые зачислены приписаны к регулярным классом они находятся в ресурсной зоне в тот момент в которой они нуждаются в компенсации тех и иных может быть сенсорных дефицитов для компенсации каких-то поведенческих сложностей но самое главное то что в этот момент дети идут по общеобразовательной программе то есть ребенок в ресурсной зоне осваивать ту же самую программу которую осваивают дети в регулярном классе и так здесь очень важно понимать что дети в ресурсном классе должны находиться не больше 50 процентов не больше 50 процентов времени то есть концу года вот у нас детки программ 8182 проводят в инклюзии 60 70 80 процентов время есть дети которые до 100 процентов времени проводят в регулярном классе и уходят в ресурсную зону только в тот момент когда нуждаются в так называемо разгрузки то есть ребенок в регулярном классе перегрузился на перемену вышел ресурсные зоны посетил сенсорную зону и дальше вернулся обратно в регулярный класс такой опыт у нас есть и дети показывают высокие показатели и по академическим навыкам и по компенсации поведенческих сложностей. В чем еще сложность, если посмотреть предыдущую схемку, там обозначено, что автономные классы, ресурсные классы, регулярные классы могут иметь возможность перехода с одного уровня обучения на другой. Например, мы сталкиваемся сейчас, наши детки подрастают, у них начинается период пубертата, и тот ребенок, который ранее очень хорошо осваивал академическую программу, не демонстрировал каких-то поведенческих сложностей в силу тех гормональных изменений, которые проходят в организме, начинает демонстрировать какие-то поведенческие реакции. В этот момент ребенок не может быть, как правило, включен в инклюзию, потому что мы должны понимать, да, дети с расстройством аутистического спектра имеют право на инклюзию, но точно так же и дети в регулярном классе имеют право на спокойное обучение. То есть мы выводим ребенка в регулярный класс только в том случае, если у нас ребенок не нарушает учебный процесс, то есть у него должны быть на должном уровне компенсированы поведенческие сложности. Естественно, такой ребенок будет в какое-то время находиться в ресурсном классе. Сталкиваемся с тем, что дети, которые у нас успешно брали программу 1.8.2 на уровне 1-2 класса, переходу в 4 класс, начинают значительно отставать по академическим навыкам, и здесь также необходима возможность своевременного перехода ребенка, например, из ресурсного класса в автономный класс. Точно так же дети, которые у нас шли изначально по программе 8.3.8.4 по мере компенсации их поведенческих сложностей и компенсации тех базовых дефицитов, которые они демонстрировали на этапе входа в школу, начинают показывать возможности освоения общеобразовательной программы наравне со своими нейротипичными сверстниками. Эти дети тоже должны иметь возможность перехода из автономного класса в ресурсный класс. Именно создание такой разноуровневой системы обучения на базе школы позволяет нам создать образовательный маршрут для каждого конкретного ребенка индивидуально. И здесь очень бы хотелось, чтобы у нас на сегодняшний момент довольно непрозрачная система диагностики, непрозрачная система оценки и развития тех или иных навыков для детей с рас. Очень бы хотелось, чтобы это проходило намного более просто, чем это делается сейчас. Можно следующий слайд. Здесь основными задачами на этапе начальной школы также является определение наиболее эффективного маршрута адаптации, составление индивидуальной программы развития для каждого ребенка, разработка программ по коррекции поведения. Здесь отдельный вопрос, потому что очень многие школы на сегодняшний момент не обеспечены в должной мере специалистами, которые были бы компетентны по работе с нежелательным поведением у учеников. Работая сегодня со школами, мы получаем запрос по обучению специалистов в рамках прикладного анализа поведения не только для работы с детьми с аутизмом, но и для работы с их нейротипичными сверстниками, потому что мы знаем, что сейчас в школах в регулярных классах далеко не все дети сидят спокойно и слушают учителя. Огромное количество поведенческих сложностей у нейротипичных сверстников. У нас сейчас, к сожалению, возникает такая история, как так называемая дикая инклюзия, когда ребенок у нас без диагноза включается в общеобразовательную школу, демонстрирует серьезные поведенческие сложности, дефициты по всем навыкам, но он не диагностирован и включен в регулярный класс. И у нас учителя не знают, как вести себя с такими детьми. Поэтому запросы здесь по работе с нежелательным поведением у нас идут не только от специалистов ресурсных классов и ресурсных групп, но в том числе от педагогов регулярной школы. И это не может не радовать, потому что это доказывает нам то, что наши специалисты, наши педагоги видят эффективность поведенческого вмешательства на примере тех детей, с которыми они работают на сегодня. Также проблемой начальной школы является проведение итоговой аттестации для детей, закончивших этап начальной школы, то есть четвертый класс. Очень затруднена итоговая аттестация чисто технически для невербальных детей. То есть далеко не все дети с расстройством аутистического спектра у нас научатся говорить, но это совершенно не значит, что они не могут освоить общеобразовательную программу. У меня достаточно большое количество учеников в тех классах, которые я веду, невербальные, которые владеют альтернативной коммуникацией, прекрасно осваивают общеобразовательную программу, но возникает вопрос. Ребенок по окончанию четвертого класса должен задать чтение, например. Ребенок должен прочитать текст. Как это сделать невербальному ребенку? На сегодня мы выходим из этой ситуации, позволяя ребенку прочитать текст и ответить на вопросы по прочитанному, например, посредством печатания ответов на эти вопросы. Но далеко не все аттестационные комиссии, которые ведут аттестацию по окончанию четвертого класса, идут на такие уступки. Также вопрос с тьютерским сопровождением и созданием сенсорно-комфортных условий. То есть мы все прекрасно понимаем, что дети с расстройством аутистического спектра очень часто испытывают серьезные сенсорные сложности. То есть ребенок может не воспринимать какой-то свет, может не воспринимать какие-то звуки. И если в условиях ресурсной зоны мы можем создавать комфортные для него условия, то в условиях регулярного класса, где проходит итоговая аттестация, это сделать довольно сложно. На ряде площадок нам удается найти выход из этой ситуации, когда у нас тьютер сопровождает ребенка в момент аттестации. Ребенок проходит аттестацию в комфортной для него зоне, то есть в ресурсном классе или по окончанию урока, когда там нет других детей, когда он чувствует себя более спокойно. Но все, как вы понимаете, это встречает некоторое сопротивление со стороны аттестационных комиссий и иногда непонимание со стороны сотрудников школы. То есть если мы предполагаем, что ребенок у нас проходит аттестацию по окончании начальной школы, он должен это делать, как все. Нет. Любой ребенок с расстройством аутистического спектра имеет право на специальные условия при прохождении аттестации. Другое дело, что здесь не совсем бывает понимание со стороны родителей, в чем роль тьютерского сопровождения в процессе аттестации. В данной ситуации тьютер ни в коем случае не подсказывает ребенку ответы. Тьютер в данной ситуации может ребенку дать подсказку на концентрацию внимания, обратить внимание ребенка на то или иное задание. Но ребенок должен весь материал, знание всего материала продемонстрировать самостоятельно. Нужно следующее. Итак, в принципе, вот этот слайд я уже вам проговорила. То есть основными проблемами на сегодняшний момент является непрозрачность у нас неких законодательных механизмов, например, как прописать ребенку автономного класса, если он приписан в автономный класс, не является учеником регулярного класса, как прописать ему инклюзию в регулярные классы на те предметы, где он успешен. То есть если это в Москве делается на уровне локальных актов в какой-то конкретной школе, по заключению ППК школы, например, то в регионах это может быть несколько затруднено. Основная проблема – это нехватка кадров, нехватка специалистов. На сегодняшний момент мы решаем эти вопросы локально, но, к счастью, на сегодняшний день у нас, благодаря поддержке и руководству фонда «Выход» у нас запущена программа преподавания прикладного анализа поведения в рамках государственных университетов и институтов педагогических, мы очень надеемся, что постепенно дефицит кадров в данной сфере у нас будет компенсирован, но это будет не завтра, не послезавтра, то есть это потребует какого-то времени. И по-прежнему и на этом этапе у нас остается серьезная проблема – это информирование родителей. Очень часто у нас, пока мы занимаемся компенсацией поведенческих сложностей, пока мы ребенка адаптируем в среду школы, у нас запрос от родителей сохраняется все тот же «научите ребенка математики», «научите ребенка русскому языку», и бывает довольно сложно объяснить, что на сегодняшний момент ребенок пока к этому не готов. Да, безусловно, мы идем к этим целям, но мы идем к этим целям, исходя из той скорости и из тех возможностей, которые демонстрирует ребенок. Наша основная задача – составить такую программу, настолько сбалансированную, чтобы она максимально компенсировала дефициты ребенка и позволила ему выйти на тот уровень развития, который ему доступен. Я понимаю желание родителей всегда, что очень хочется, чтобы наш ребенок сидел на уроке математики вместе со своими сверстниками, успешно решал задачи, чтобы на чтении он хорошо вместе со всеми рассказывал стихотворения у доски. Я понимаю, что очень хочется, чтобы ребенок красиво писал прописи в тетради. Но очень многие детки на этапы входа в первый и второй класс пока к этому не готовы. Мы над этим работаем, но не все дети нам сразу покажут какие-то успехи в академических навыках. В то же время некоторые поведенческие дети, некоторые дети, которые на входе нам демонстрировали отсутствие тех или иных навыков по окончанию первого класса у нас выходят на уровень своих нейротипичных сверстников. Я очень жалею, что не успела к этой презентации прикрепить видео тех учеников, которые на начале входа в ресурсный класс и конец учебного года, когда очень поведенческий ребенок, например, сидит и читает по букварю, причем будучи ребенком, который пришел невербально в школу. Насколько развиты навыки коммуникации, насколько хорошо начинают развиваться навыки социального взаимодействия, как хорошо у нас работает обратная инклюзия, то есть когда у нас нейротипичные сверстники входят в ресурсную зону, насколько хорошо идет прямая инклюзия, когда наши дети входят в регулярные классы. И очень многие опасения родителей по поводу того, как у нас наши дети будут восприниматься в регулярном классе своими нейротипичными сверстниками, оказываются неоправданы. Нет ни одного ресурсного класса, нет ни одного ребенка в инклюзии, который бы не нашел себе коммуникативного партнера в регулярном классе. То есть каждый ребенок, который у нас входит в инклюзию, находит себе в регулярном классе друга. То есть того человека, того ребенка, который с ним начинает взаимодействовать. На самом деле это очень удивительно, потому что если мы, как взрослые, не рассказываем нашим детям о том, что эти отличаются от других, дети сами себе объясняют те или иные особенности ребенка. Например, у нас один невербальный ребенок зашел в инклюзию, и я слышала разговоры в раздевалке, говорит, а почему, условно говоря, Федя не говорит? Дети стоят, рассуждают на эту тему, говорят, а, наверное, он иностранец, потом научится. То есть дети сами себе объясняют те сложности, которые испытывает ребенок. Например, ребенок боится громких звуков. Они спрашивают, а почему он все время закрывает уши? Говорят, а мне эта мелодия тоже не нравится, я бы тоже закрыл уши. То есть дети сами объясняют это, особенности поведения детей с раз включенных в класс, исходя из своих возможностей. То есть они на начальном этапе не делят одних детей на других, то есть они не видят разделения. И, к сожалению, очень часто это разделение привносится из невзрослыми, когда у нас родители говорят, не дружи с тем-то, не подходи к тому-то и так далее. То есть дети впитывают именно это. Дети, на самом деле, очень добрые и готовы помогать своим сверстникам. То есть вот здесь опасения родителей, как правило, оказываются необоснованными. Можно следующее? И те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в среднем школьном периоде, когда мы понимаем, что у нас ребенок переходит в среднюю школу, наши дети, как правило, те особенно, которые у нас учились в автономных классах, или те детки, которые находятся в ресурсных классах, на этапе средней школы уже должны задумываться, точнее их родители, о вопросах профориентации. То есть от той специальности, которую в дальнейшем ребенок будет получать по окончанию школы. Точнее, об этом родители должны задумываться изначально, потому что дошкольный период они пролетают очень быстро, и когда родители отдают ребенка в школу, они четко должны понимать, что по окончанию школы они хотят видеть, какие развитые способности и возможности у ребенка они хотели бы получить на выходе. То есть когда мы собеседуем с родителями, все родители говорят, я хочу, чтобы мой ребенок был самостоятелен, я хочу, чтобы у него были друзья, я хочу, чтобы он умел жить в социуме, я очень хочу, чтобы он мог зарабатывать. Самое главное желание родителей – я хочу, чтобы мой ребенок мог жить, научился жить тогда, когда меня не будет. Поэтому мы должны четко понимать те цели, которые мы ставим в процессе обучения. Поэтому профориентация для детей с РАС является одной из актуальнейших проблем. К сожалению, на территории общеобразовательных организаций, на территории обычных школ вопрос профориентации решается достаточно тяжело. То есть если в Москве в условиях больших образовательных холдингов мы можем решать этот вопрос посредством так называемого межведомственного взаимодействия, когда у нас специалисты профориентации по индивидуальным программам каждого ребенка входят в ресурсный класс, индивидуально работают с тем или иным ребенком, предлагают те или иные занятия по профориентации, то в регионах, где нет такого межведомственного взаимодействия, это решается намного тяжелее. То есть дополнительные специалисты должны привлекаться для занятий с детьми ресурсных классов, автономных классов и регулярных классов в том числе, то есть тех детей, которые у нас находятся в инклюзии, для того, чтобы обеспечить им возможность дальнейшего профессионального роста. То есть вопрос профориентации у нас проходит сквозной красной линией через среднюю и старшую школу, потому что, к сожалению, пока на сегодняшний момент эти вопросы юридически не проработаны. Кроме того, хотелось бы сказать, что у нас на сегодня есть дополнительная область внимания в процессе организации ресурсных классов, ресурсных групп. Это создание специальных условий для реализации дополнительного образования в образовательных организациях. То есть, как я уже говорила по заключению ЦПМПК, у нас детки получают рекомендации по работе с дефектологами, логопедами, психологами. И здесь мы сталкиваемся с проблемой дополнительного образования в том числе. У нас ребенок по нормативам не может, например, в первом классе находиться там большего количества часов. То есть он работает 4 урока, и после этого он должен идти домой. Как правило, дополнительное образование у нас идет после динамической паузы, которая достаточно большая. Да, там может включать до часа по окончанию занятий. Только потом у нас начинаются занятия дополнительного образования. Дети с аутизмом очень тяжело выдерживают, особенно на этапе входа, такой временной промежуток пребывания в школе. И здесь очень сложно сорганизовать и дополнительное образование, и работу по академическим навыкам. Намного проще это решается по программам 8.3 и 8.4, где выделяются дополнительные часы. По программам 8.1 и 8.2 это намного сложнее. Здесь тоже нам необходимо как-то совместно думать о юридической проработке этих вопросов. Подготовка кадров. Остается актуальная проблема. Особенно тяжело у нас подготовка кадров на уровне дошкольного образования, где нужна тьютерская поддержка. К сожалению, практика показывает, что на сегодняшний момент у нас, например, тьютеры в дошкольном учреждении зарплату получают меньше, чем в школе. Плюс нагрузка тьютеров в дошкольном учреждении значительно выше. Они работают с ребенком большее количество часов. И на самом деле их работа наиболее сложна, потому что именно там у нас дети с самыми сложными проблемами на этапе входа, на этапе необходимости наиболее интенсивного вмешательства. И здесь, конечно, вот этот перекос тоже каким-то образом нужно решать. Серьезным вопросом является организация образовательного процесса по завершению начального и среднего школьного образования. Как я уже сказала, маршруты старшей школы, в том числе и средней школы на сегодня в ГОС, мы знаем, не принят для детей сразу по средней школе. Здесь вот эти вопросы тоже остаются очень сложными. Нам необходимо поддерживать созданный индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Но как прописывать это юридически для образовательной организации, становится непонятно и затруднительно. Нет нормативной документации, которая бы это регламентировала. И основная проблема, с которой мы сталкиваемся, о которой нам необходимо думать уже в тот момент, когда дети у нас вошли в детский сад, в начальную школу, это организация образовательного маршрута 18+. То есть создание условий для получения ребенком профессионального образования и дальнейшей инклюзии его в общество. У меня все. Спасибо большое. Вопросы? Скажите, пожалуйста, во время динамической перемены с кем находятся ваши дети и как вы оплачиваете этому человеку этот час? Спасибо большое за вопрос. Во время динамической паузы все дети находятся в сопровождении тьютеров. И здесь оплата идет за счет бюджета. То есть если у нас тьютер принят на ставку, у него есть определенное количество часов, которые он должен отрабатывать. То есть как минимум это до трех часов дня. Дети же находятся в начальных классах 12-30, час-20. То есть это динамическая пауза. В любом случае идет сопровождение тьютера. Скажите, пожалуйста, вы говорили о диагностике. Я так поняла, что у вас есть какие-то программы диагностики. Нельзя бы немного рассказать о пакете диагностическом для дошкольников? Да, у нас есть диагностические программы по работе с дошкольниками. В зависимости от уровня развития эта диагностика идет не на уровне ЦПМПК. То есть эта диагностика проводится обученными специалистами прикладного анализа поведения уже при включении ребенка в ресурсную группу. То есть ребенок приходит в ресурсную группу. У нас сентябрь месяц, как правило, диагностический. И часть детей у нас диагностируется по ВИБИМЭП, часть у нас диагностируется по ДСИ, который позволяет диагностировать детей от нуля и старше. То есть ДСИ более подробный инструмент, который используется для детей с тяжелыми какими-то нарушениями. То есть он позволяет выявить моторные нарушения, уровень визуального восприятия, понимание речи и так далее. ВИБИМЭП для детишек, который менее подробный, нежели ДСИ. Причем ДСИ занимает несколько меньше времени, нежели ВИБИМЭП. Мы подходим по диагностике каждому ребенку индивидуально. Безусловно, по окончании диагностики по каждому ребенку составляется специальная диаграмма, которая соответствует конкретному диагностическому инструменту. И на основании этого тестирования каждому ребенку прописывается индивидуальный маршрут. Здравствуйте. Я тоже бы хотела задать вопрос по поводу диагностики. У нас в основном интеллект диагностирует психоневрологический диспансер. Какие бы Вы методики рекомендовали для диагностики интеллекта для детей с рас? Здесь очень сложно. У нас, к сожалению, на российском поле таких инструментов практически нет. Мы все знаем, что у нас в ПНД диагностируют по Векслеру. Эта диагностика не совсем актуальна, особенно для тех детей, которые невербальны. То есть у детей с нарушением поведения слушателя, так называемым, и зачастую пониманием речи. Очень часто у детей с расстройством аутистического спектра есть такая сопутствующая проблема, как сансомоторная аллалия. То есть ребенок у нас может не воспринимать те или иные слова, которые ему говорит педагог. У меня есть опыт работы с такими детьми, которые мы диагностируем посредством Эйблс и того же самого УБИМЭП. И, например, ряд детей, которые были диагностированы ранее как умственно-отсталость с глубокоумственно-отсталостью, при последующей диагностике этими инструментами показывают уровень развития интеллекта, приближенный к нормальному. Но здесь действительно нужны эти специфические инструменты. К сожалению, вот этот вопрос диагностики невербальных детей с рас становится все более и более актуальным, потому что именно некорректно проведенная диагностика не позволяет нам выстроить индивидуальную программу ребенка так, чтобы она ему соответствовала. То есть у нас и в школах это происходит точно таким же образом. В сентябрь месяц диагностический. Наши специалисты тестируют детей теми инструментами, которые мы считаем релевантными. И на основании этого мы составляем индивидуальную программу развития ребенка. Ответила? На уровне ПНД, к сожалению, таких инструментов сегодня нет. У меня вопрос, касающийся непосредственно образовательного инклюзивного процесса. Известно, что программы 8.1, 8.2, 8.3 рассчитаны не на 4 года, как начальная школа, обычные дети, а 5 и 6 лет. Вот как в этой ситуации быть? У нас просто как раз сложность. Чуть-чуть подправлю вас. Спасибо за вопрос. Программа 8.1 предполагает под собой то же количество лет, как и у нейротипичных сверстников. То есть это 4 года. 8.2, 8.3, 8.4 пролонгация образования в том случае, если ребенок не входил в дошкольное учреждение. По 8.2 здесь возникают вопросы в зависимости от особенностей ребенка. То есть если мы видим, что ребенок входит у нас с серьезными поведенческими сложностями, но, как правило, в данной ситуации мы пролонгируем первый год обучения. Если мы не успеваем компенсировать вот эти поведенческие сложности на протяжении первого месяца, что зачастую нам удается. Для части детей мы рекомендуем пролонгацию 2-го, 3-го или 4-го класса, исходя из особенностей ребенка. Во ВГОС не прописано четко, какой год обучения у нас пролонгируется. Рекомендовано 1-й класс, но исходя из особенностей ребенка, мы по заключению ППК школы можем продлить любой год обучения. Внутренние ППК школы вполне могут это сделать само. Во ВГОСах вы можете получить консультацию, например, в департаменте образования, который дает полномочия такие ППК школы. Вы точно так же можете опираться на ВГОСы. То есть здесь нужно смотреть положение внутренней ППК школы для каждой конкретной образовательной организации. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, услышали про ресурсные группы в дошкольном учреждении, правильно? Просто у нас в регионе, мы первый раз слышим, у нас нет таких ресурсных групп в дошкольных образовательных учреждениях. У нас есть только комбинированные группы, компенсирующие направленности группы. Хотелось бы спросить, узнать, что из себя представляет тогда эта ресурсная группа в детском садике? Спасибо за вопрос. Это на самом деле тема для отдельной целой лекции о том, что такое ресурсная группа в детском садике. Основной механизм организации ресурсной группы примерно такой же, как и в школе. Прежде всего, необходим сформированный родительский запрос, который бы показывал о том, что в данном конкретном дошкольном учреждении необходимость создания то ли иной ресурсной зоны для детей с расстройством аутистического спектра. Такая ресурсная группа, как правило, включает в себя то же самое зонирование, что и в ресурсных классах. То есть там должна быть сенсорная зона для детей, должна быть зона для индивидуальных занятий и зона для групповых занятий. Естественно, учитывая то, что у нас это дошкольное образовательное учреждение, там обязательно должна быть хорошо продуманная игровая зона. Спасибо, Денис Неславовна. И учитывая то, что это дошкольное учреждение, в зависимости от того, какое количество часов у нас ребенок проводит в дошкольном учреждении, безусловно, там еще должны быть спальни. Дети в ресурсной группе детского сада точно так же приписываются к общим группам, но выходят в эти общие группы по мере своей готовности. То есть с кем-то занятия проводятся индивидуально и компенсируются поведенческие сложности, с кем-то из детей мы выходим на инклюзию на игровые моменты, с кем-то из детей мы выходим на инклюзию на прогулки, с кем-то из детей мы выходим на инклюзию на те занятия, фронтальные занятия, которые точно так же проводятся в дошкольном образовательном учреждении. То есть там точно так же прописывается индивидуальная образовательная программа. Но самое главное, что перед образованием ресурсной группы в детском саду должен быть консолидированный родительский запрос на организацию этой зоны. У нас еще есть время на пару вопросов. — Скажите, пожалуйста, если ребенок пришел к вам в школу, по решению комиссии имеет вариант 8.2, а вы его в течение месяца обследовали и пришли к выводу, что он имеет вариант 8.3 или 8.4 обучения, то в каком классе вы его будете учить? — Мы будем его учить в ресурсном классе, в ресурсной зоне. Если у нас ребенок пришел по программе 8.2 по заключению ЦПМПК, я юридически не имею права учить его по программе 8.3 и 8.4. Здесь основная работа ведется с родителями. По разъяснениям необходимости дополнения диагноза, по необходимости консультации ребенка с другими специалистами, для того, чтобы мы могли получить адекватный ребенку образовательный маршрут. К сожалению, если у нас ребенок прописан по ЦПМПК по программе 8.2, то и АОП, и АОП у него будут составляться по программе 8.2. Других вариантов у нас нет. Возможности мы не имеем. — Последний вопрос. — Извините, пожалуйста. Еще по поводу классов хотела уточнить. Вот смотрите, если ребенок не полностью справился с программой, допустим, первого класса, но мы понимаем, ну, по крайней мере, я понимаю как мама, что он не сможет, если его снова повести первый раз в первый класс, то он снова встретится со всеми трудностями, будет знакомиться с детьми, в общем, потеряет определенное время адаптации, да, то есть ли какие-то возможности оставить его все-таки с теми детьми, продолжать вот наращивать программу во втором классе? — Да, я понимаю, о чем вы говорите. Вы имеете в виду, что ребенок при пролонгации образовательного маршрута в первом классе попадает в новый детский коллектив, правильно? И это является определенной сложностью для наших детей, потому что действительно у них на уровне первого года обучения появляются друзья, и очень тяжело бывает ребенку перестраиваться из одного учебного помещения в другое. То есть ребенок, когда идет во второй класс, он уже ожидает встречи с какими-то своими друзьями, он ожидает встречи со своим педагогом. Здесь мы должны исходить из интересов ребенка. Что значит, что ребенок не до конца освоил программу первого класса? Насколько сильное это отставание? Мы должны прекрасно понимать, что ребенок, входя во второй класс вместе со своими сверстниками, если он довольно сильно отстает по программе в общеобразовательной школе, с каждым уроком будет находиться все больше ситуации неуспеха в процессе обучения. И в такой ситуации, если у нас ребенок первый класс не освоил, вести его второй класс, где программа более интенсивна, нежели чем в первом классе, будет на него более травматичным, чем переход в новый детский коллектив. То есть здесь вы должны исходить из того уровня, насколько отставание ребенка по общеобразовательной программе выражено. То есть если он там не добрал, я не знаю, не научился читать текст из 20 строчек, но это условно сейчас говорю, но умеет читать из 15, то это тот дефицит, который мы можем успеть компенсировать на территории ресурсной зоны. Если же у нас ребенок освоил только числовой ряд в тот момент, когда у нас дети все освоили сложение в рамках 20, то этот дефицит, скорее всего, в условиях ресурсной зоны мы компенсировать не успеем. И такого ребенка лучше еще раз отправить в первый класс. Ответила? Спасибо большое. Очень интересный доклад, очень информативный. Приятно видеть, что существует работающая модель инклюзии. Спасибо. Спасибо вам за вашу работу. Мы продолжаем, и сейчас мы увидим еще один интересный доклад. Санкт-Петербург, Алла Горланова и Лариса Брюлева. Эволюция коммуникативного устройства в процессе формирования и развития речевой деятельности. Срок шестая школа. Здравствуйте, меня зовут Горланова Алла Владимировна. Я учитель логопеда в специальной школе, в которой сейчас все общие образовательные. Но, тем не менее, я обучаю детей, большая часть которых по программе 8.2. Но на самом деле среди них и 8.3, и 8.4 есть. Моя работа – это обучение детей альтернативной коммуникации, потому что большая часть моих учеников не разговаривает. Плюс моя работа – это сопровождение коллектива педагогов, которые работают с этими детьми. Потому что без их помощи, без нашего совместного командного голоса, общего труда не было бы того, что мы сейчас вам покажем. И мы решили сократить теоретическую часть для того, чтобы вы больше увидели видео про детей. Наш доклад называется «Эволюция коммуникации». И мы покажем несколько историй о детях, которые научились говорить с помощью альтернативной коммуникации. Главную цель, которую я ставлю, – это помощь ребенку в том, чтобы он мог общаться со всеми людьми, которые находятся рядом с ним, для того, чтобы качество жизни ребенка с ОВЗ было выше, чем оно есть у многих сейчас. В школе мы используем разные виды альтернативной коммуникации. Я сошлюсь сразу же в начале нашей презентации на мой прошлогодний доклад, потому что я не хочу повторяться, а там рассказано очень многое о том, что именно мы делаем для того, чтобы альтернативная коммуникация была работающей. Успели, да? Можно дальше? Простите. Вот это то, что было и на предыдущей презентации. Я считаю, что это надо выучить, простите, как отче наш. Выбор коммуникативного устройства, темп его освоения и наполнения абсолютно индивидуальный, если мы хотим, чтобы это была работающая система альтернативной коммуникации. Устройство коммуникации должно быть всегда с ребенком в любых ситуациях и везде. Все значимые взрослые обязательно должны уметь пользоваться этим коммуникативным устройством и помогать ребенку его осваивать. Ну и общение должно приносить радость. Я решила выделить, какие виды педагогической поддержки существуют при обращении ребенка к планшету. Про ПЕКС было рассказано в прошлом году достаточно подробно. Наверное, многие коллеги знают, как пользоваться той системой. А вот что касается планшета, пока мы это осваиваем. И я хотела бы еще сказать спасибо огромное фонду «Обнаженные сердца» за то, что они обучили нам и конкретно нас, и за то, что они привезли к нам Рэйчела Харкавик. Потому что, по большому счету, да, мы занимались альтернативной коммуникацией, но с ее помощью мы яснее поняли, куда мы движемся и как надо двигаться. Существует вербальная поддержка. Мы часто ребенку говорим «возьми свои слова, скажи мне, где твои слова», для того, чтобы он не забывал пользоваться. И для того, чтобы он понимал, что мы можем его понять разными способами, не только криком, не только каким-то негативным поведением он может привлечь наше внимание. Существует невербальная поддержка. Когда ребенок уже достаточно долго пользуется коммуникативным устройством, мы можем просто взглядом показать, и ребенок поймет, что стоит сделать для того, чтобы мы его поняли. И физическая поддержка – это та, от которой нужно уходить в первую очередь, но в наших видео вы увидите варианты этой поддержки. Цель наша – научить ребенка говорить самостоятельно. И часто мы используем моделирование по нашей модели «ребенок говорит». Посмотрите, пожалуйста, видео. Это девочка Даша. Это съемки в течение почти трех лет. Первый дополнительный класс, первый класс и сейчас второй класс. Партнеры по коммуникации. Для того, чтобы альтернативная коммуникация работы, должен напоминать ребенку о том, что у него есть это устройство. Быть всегда внимательным и давать ребенку время на продумывание ответа с Дашей. Это было особенно актуально. Нужно всегда быть готовыми ответить на слова ребенка и принимать разные варианты ее ответа. И расширять возможности коммуникации ребенка своим примером. Не только просить мы должны учить ребенка. Ну и мы ставили перед Дашей всегда конкретные, измеримые, понятные цели. Сейчас, к сожалению, нет учителя, который работает с ней. Она была вчера. Я все равно в рамках нашего семинара хочу сказать ей огромное спасибо, потому что без Екатерины Владимировны я бы, например, не решилась перейти на коммуникативную доску. Это только ее заслуга. Следующий фильм о мальчике Германе. Он проучился в нашей школе только прошлый год. Сейчас пошел второй год его обучения. Это обучение в первом дополнительном классе. Это тоже одна из наших побед. Он буквально за два месяца научился говорить. Да, он слышал речь, он понимал речь, но он не разговаривал. И мы задумывались, не дать ли ему планшет, но, наверное, рановато, потому что для этого должны быть соблюдены некоторые условия, но, в частности, вряд ли он пока готов беречь такое устройство. Хотела показать вам коммуникативную книгу Германа, но на самом деле это не то, что у него сейчас есть, потому что наращивание слов идет постоянно. Я уехала, а в это время или мама, или учитель в классе могла взять карточку и наклеить в нужном разделе новую карточку, если она понадобилась для общения ему и взрослым, которые с ним работают. Доска составлена именно для Германа. Эти слова только те, которые используют Герман, и используют взрослые, которые общаются с ним. Она составлена в соответствии с его интересами. У другого ребенка, может быть, не будет вот этого раздела про погоду. Ему это интересно, об этом с мамой разговаривать. Карточка, на которой появляется еда, по-моему, да? Не помню, какую я расположила здесь карточку, извините. Да, это еда. Она расположена по разделам. Отдельно фрукты, отдельно хлебобулочные изделия. Для того, чтобы в будущем ему было легче учиться в школе и классифицировать какие-то предметы. А вот первая основная доска, посмотрите, здесь можно разные слова использовать в разнообразных фразах. И у него есть то, что есть редко у кого из детей. Это слова эмоции, потому что он часто бывает радуется, или ему страшно, или он удивлен, и он готов нам говорить об этом. Поэтому эти слова есть на его первой доске, а не где-то в глубине на другом разделе. Это карточки, страницы коммуникативного устройства, которые у него тоже есть. И здесь, как вы видите, тоже есть разделы одежда, обувь. Для него очень важны моменты дома укладывания, спать и вставания с постели. Поэтому они с мамой разговаривают с помощью коммуникативного устройства об этом. И они очень любят ходить в гости, поэтому у него есть карточка. Там немножко обрезали, в середину строки убрали, потому что там пока абсолютно пустые строки. Они пока не решили, чем они наполнят их, и о чем будут разговаривать. Но пока они могут обсуждать, кто к ним пришел в гости, или к кому они пойдут в гости. К дяде, к тете, или к кому-либо еще, или к ним придут в гости. И у него очень большая страница с учебными заданиями, потому что он очень много может на уроках делать. Коммуникативное устройство в виде планшета может появиться не у каждого ребенка, но у такого, как у Ромы, оно необходимо было, потому что успеть за ним, когда он показывает карточки и хочет что-то сказать, не каждый может. Я не могу, я медлительная. Когда переходим на электронное устройство? Когда уже на коммуникативной доске большое количество слов, и очень важное условие, то, что они пополняются со стабильной скоростью, потому что иногда можно ввести коммуникативное устройство, а у ребенка словарь-то не расширяется. Есть ли необходимость в электронном девайсе? Второе условие введения электронного устройства – это тогда, когда самостоятельно используется ребенком фраза. Если он не строит фразы по коммуникативной доске, есть ли необходимость в электронном устройстве? Вопрос. И третье условие – это когда коммуникативная доска используется не только для просьб о желаемом, потому что мы сначала должны разнообразить речи, разнообразить варианты использования альтернативной коммуникации, а потом уже переходить на электронное устройство. Но про то, что взрослый не успевает, должен успевать озвучивать, это я уже сказала. И еще одно из условий – то, что финансовые возможности, потому что, к сожалению, есть дети, у которых было бы здорово, если бы появился планшет, но нет у родителей возможности. И мы в этом очень надеемся на спонсоров. Там дальше будет фильм про Аню, вот ей планшет подарили спонсоры. Следующее видео. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, в общем, нашу работу с Аллой Владимировной уже показала, но это работа именно в школе, в классе, на переменах, но на этом работа, конечно, не останавливается. И мы еще работаем с родителями и продолжаем с ними работать, и помогаем им уметь забивать карточки в планшетах, потому что на первом этапе в основном эта вся нагрузка ложится на логопеда и на меня. Затем уже все-таки родители добавляют, сначала просят слова добавить какие-то, мы добавляем, но потом мы все-таки стараемся их тоже обучать, чтобы они могли и без нас, и летом, может быть, на каникулах добавить новые слова. И поэтому этот небольшой фильм именно о том, как Рома общается дома с родителями. Можете посмотреть там небольшие реакции родителей, как они восхищаются, что их ребенок попросил. И там занять еще дополнительной музыкой. И опять же использование планшетов не только в школе, а и за стенами школы. Смотрите. Есть ли вопросы по тому, что вы увидели? Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот программы для планшета, для альтернативной коммуникации, конкретно названия, какие, как называются? Последняя программа, на которой мы остановились. Let me talk. Зеленый такой значок. Let me talk. Это для андроида, да. И это программа, которая работает на иной айпаде. Let me talk. Зеленый круглый значок. Это программа лицензирована, она не покупается? Она не покупается, ее делают родители, ребенка с аутизмом, и она развивается, чем она хороша. И там уже появился русский перевод. Одна пока проблема. Мы сами не можем своим голосом озвучить, какой голос там есть, так и есть. Но из всех программ, которые были, вот на самом деле эта программа Лариса Валерьевна нашла, когда мы поняли с Аней, что мы не можем пользоваться предыдущей программой, мы перешли на эту. Она ее нашла, Лариса Валерьевна. Для мальчика там мужской голос, а для девочки женский, ну, там приложение, если Play Market, ну, да, вот, как обычно заходим. Соответственно, для андроида она, наверное, на Google Play, а для айпада она будет… На iTunes, да. Еще вопросы? Здравствуйте. Спасибо большое за очень интересную познавательную презентацию. Скажите, пожалуйста, а сталкивались ли вы с такими трудностями, как мотивация родителей, используя альтернативные средства коммуникации? Потому что все-таки традиционно у нас родители больше настроены на вербальные средства общения. Как вы вот к этой проблеме относитесь? Конечно, сталкивались. Я могу сказать, что наше общество меняется. Если вот первый год, пять лет назад, когда я пришла в школу шесть, мне пришлось целый год убеждать родителей в том, что нужна альтернативная коммуникация. В прошлом году пришли впервые родители, которые говорили, сделайте нам, пожалуйста, мы не знаем как. Вот это здорово. Но приходится убеждать каждого индивидуально, и некоторых, к сожалению, до сих пор не убеждены. Но мы работаем над этим, поэтому работа учителя в этом очень важна. Буквально два слова дополню. Приходят родители и говорят, мы наняли частного логопеда, потому что для родителей слово логопед это вообще нечто из области божества. Вот мы его наняли, и он нам сказал, что дополнительная коммуникация тормозит развитие речи ребенка. Не верьте этому. Наш почти шестилетний опыт говорит об обратном, что альтернативная коммуникация помогает ребенку скорее заговорить. Спасибо. Да, спасибо большое. Важное замечание. Я можно еще добавлю, что я вот лично по своим детям сужу, кто уже действительно понял, что для него, для самого ребенка это важная доска. Я могу сказать, что он никогда не забудет. Вот у меня буквально недавно мама ходила на свадьбу, ребенок с собой брал, хотя мама не учит и хотела брать. Ну, некоторые родители стесняются, лишний раз не хотят показывать. Но сами дети берут, носят, и поэтому здесь уже даже родителям все равно приходится. Уже тут даже... Да. Спасибо. У нас еще есть вопросы. Пример Герман, потому что у него речь появилась на фоне альтернативной коммуникации. Можно я добавлю информацию такую? То есть я как мама девочки, которая не разговаривает, я считаю, что если мой ребенок никогда не заговорит, то у нее будет хотя бы это, хотя бы альтернативная коммуникация. И вы, и любой из окружающих, если она обратится к вам с помощью полоски ПЕКС, да, или вот может быть с помощью доски коммуникативной, вы сможете ее понять. Потому что иначе, если у нее этого не будет, то никто ее не сможет понять. И вот это как бы для меня, это главная мотивация, и я другим родителям об этом тоже всегда говорю. Да, 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 обязательно. Спасибо. Спасибо огромное за дополнение. Ну и как правило, родители верят другим родителям. Поэтому если у нас есть родители, которые уже используют коммуникативное устройство, то другие родители верят, им следует их примеру. Плюс хотелось бы сказать, что если вы с ребенком, мать которого против альтернативной коммуникации, хочешь, один шаг пройдете без нее, например, по системе ПЕКС и покажете ей это, она тоже загорится, ей тоже это захочется делать. Здравствуйте. Я бы хотела спросить, сейчас до этого девушки интересовались, как заинтересовать родителей. У нас проблема другая. Как заинтересовать педагогов в школе, альтернативной коммуникации и прочее. И вопрос, исходя из этого. Вы проводите какие-то семинары, курсы у себя на базе вашей школы или это чтобы мы могли пригласить своих педагогов к вам? Им платно ли это? Так как я заместитель директора, функция заинтересованности педагогов входит в мои обязанности. Значит, заинтересовываю любыми способами, чуть ли не цирковыми. Ну, естественно, первое, что мы делаем, это мы проводим на базе своей школы различное обучение по применению и коммуникации других эффективных технологий. Это первое. Второе, то, что как бы хотелось, каждый учитель должен почувствовать, что он значимая величина в этом коллективе. Поэтому мы даем возможность нашим учителям на всех семинарах, которые мы проводим, а мы проводим их очень-очень много, представлять свой опыт, даже если это молодой учитель. И когда учитель видит реакцию окружающих, это для него тоже какая-то положительная мотивационная оценка. Я сейчас не могу говорить про материальные средства, потому что в этом году, как никогда, денег в школе нет, ни одной копейки материального мы заинтересовать не можем. И главная, конечно, мотивация учителя, когда он видит успех у своего ребенка и слышит, когда говорят о нем родители, что у этого учителя все получается, и мы хотим идти к этому педагогу, а не к другому. А другие педагоги, конечно, слыша о том, что хотят идти к его коллеге, а не к нему, у них тоже как бы начинается, начинает играть самолюбие, они тоже начинают в этот процесс вовлекаться все больше и больше. Ну вот пока так. Знаете что, мы альтруисты и ни за что не берем денег. Ну вот такие мы. Бедные, но гордые. Значит, смотрите, сегодня буквально ко мне подошли коллеги из Новгородской области, попросились к нам на семинар. Я говорю, что, понимаете, вот до конца этого года у нас все забито. Вот сейчас октябрь у нас Нижний Новгород стажируется, ноябрь у нас Челябинск стажируется, потом мы проводим семинар городской для педагогов города Санкт-Петербурга, потом к нам приезжают американские коллеги для нас семинар проводить. То есть вот эта середина, до конца года у нас все забито. Да, мы пускаем коллег из других школ, мы делимся щедро своим опытом. Это же одно из условий мотивации наших педагогов. Они же стараться будут для всех. Все вопросы, которые по стажировке и по посещению школы, я вам предлагаю решать на уровне руководителей. Я руководитель второго уровня, поэтому я не могу принимать решение за своего руководителя. Пусть руководители договариваются. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Огромное спасибо, что вы делаете. Я работаю с детьми, которые имеют нарушение слуха, и мне очень близка ваш опыт, методика. Мне бы, конечно, хотелось побольше пообщаться в документальном формате, какие маршруты вы составляете, что вы делаете. И хотя я вот очень... Диагнозы здесь не было сказано, какие диагнозы у ребенка конкретно. А была ли практика именно с нарушениями слуха ребенка? У нас школа, у которой есть определенные условия, у нас дети со слухом, с нормальным принимаются. Но вопросы жестовой речи меня лично очень интересуют, потому что вот одна из проблем, когда мы вводим планшет, нет программ, которые бы изменяли слова по падежам, когда бы согласовывали слова. Я знаю, что язык глухих несколько отличается от обычного. Мне это очень интересно. Можно мне с вами пообщаться? Давайте поговорим на эту тему. Хотела бы сказать большое спасибо. Очень интересное видео. И видно, что проведена такая работа. То есть в системе, в комплексе и специалиста, и педагога. Мне очень понравилось. Без системы не работает альтернативная коммуникация. Я бы хотела вот задать какой вопрос. На видео как бы все дети, они больше в организованных занятиях, в организованной такой среде. А когда вот просто на переменах, допустим, или дома, выступает ли ребенок именно инициатором общения сам? Не вот педагог его подталкивает к этому, как на видео было сам. Смотрите, первый этап мы обучаем. Мы все время его подталкиваем. Поскольку я снимала, видела свои рабочие, это срезы начала, середина, конец года, примерно так, или в каком-нибудь семинару готовясь, то здесь, конечно, мы подталкиваем. Мы стараемся организовывать моменты, чтобы ребенок обращался к устройству сам. И я особо подчеркивала, когда на видео были такие моменты. Но вообще, чтобы это снимать, надо носить видеокамеру на лбу, не снимать ее совсем. Потому что, вы же понимаете, поймать это не всегда удается. Вы знаете, что для детей с аутизмом основная проблема – это обратиться к кому-нибудь с просьбой. Правильно, да? Мы же только начинаем работать. Но в школе создаются такие ситуации, когда ребенок идет на перемене, допустим, я иду навстречу, сопровождающий, который его ведет, говорит, поздоровайся. Он начинает здороваться со мной. Или я начинаю спрашивать у другого ребенка, ты куда сейчас идешь? Он мне должен ответить по своей доске. Есть такой мальчик у нас, Стас, который очень любит конфеты. Я не знаю, наверное, мама ему не дает, но он знает, что у меня в столе всегда есть конфеты. И у него коммуникативная доска. Это из класса Ларисы Валерьевны. И он, проходя мимо домой, мой кабинет находится на дороге к раздевалку, он, проходя, все время приходится со своей доской и просит у меня, дай мне конфету. Я ему говорю, ты сегодня заработал конфету? Как ты работал? Он мне показывает, во работал. Я говорю, ну если во, тогда вот возьми конфету. А как ты себя вел, во или во? Он говорит, во. Я говорю, ну тогда еще одну возьми. То есть у него как бы уже появилась необходимость что-то просить. Я думаю, что, ну это тоже одна как бы из трудностей. Где-то мы, может быть, не очень дорабатываем в том, что мало создаем условий, когда ребенка надо вынуждать просить. Вы вчера видели на видео в Нижнем Новгороде, когда ребенок собирался домой, и педагоги создавали такую ситуацию, что у него нет то того, то того, то того. Ну вот это хорошая ситуация. Нам тоже надо так делать. Ну это дополнительное время, конечно. И все. Позвольте я дополню немножко ваш ответ. Дело в том, что у людей с аутизмом есть особенность, кроме того, что у них сложно общаться. Именно порой нужны дополнительные средства коммуникации. У них есть базовые дефициты. Это социальные взаимодействия. И просто подойти к человеку, обратить на себя внимание, чтобы что-то сказать, это уже какой-то отдельный навык, который требует работы. То есть вопрос не только в том, что я не умею как-то сказать. Вопрос в том, что я не умею привлечь к себе внимание, дать понять, что я хочу что-то спросить. У нас еще буквально на один вопрос есть время. У нас два человека. Ну давайте мы вас обоих успеем. Я всегда задумываюсь о том, что не будет ли он зависим от этой поддержки. То есть скажи доску. То есть от этой поддержки все время, чтобы обращали на коммуникативный устройство. Смотрите, на первом этапе, к сожалению, это необходимо, потому что ребенок не всегда может обратиться к устройству. А потом мы постепенно снижаем этот уровень помощи. И я говорю, что нужно уходить от видов поддержки, которые были в слайдах у меня показаны. Постепенно. И да, мы специально просим, вот вы видели на видео с Ромой, как мы специально просим, учим его обращаться. В варианте с Дашей мы дожидаемся, когда же она попросит то, что у нее отодвинуто от нее подальше. Конечно, это отдельно специально организованная работа, потому что это правда очень тяжело научиться обращаться самостоятельно. У нас только самое начало, это же первые классы. Здравствуйте, спасибо большое. Я из города Владимир. И у нас, к сожалению, я не знаю ни одного педагога, который работал бы с системой ПЭКС. Хотя сама как мама, я ее знаю уже давно. Я хотела вот два вопроса задать. Во-первых, есть ли у вас система стимулов каких-то к началу действий? Потому что в видео этого, конечно, не было, но они у нас очень зависимы от поддержки какой-то. Это конфетки наши, да? И те, кто зависают просто на этих стимулах. Это вот первый вопрос. И второй, есть ли у вас примеры негативного поведения? Потому что есть дети, которые крайне зависимы от вообще понятия планшет, сотовый телефон. И когда даже они находятся в классе, они не могут вести себя просто нормально, потому что им этого просто хочется. И они не понимают, что нельзя. Вот есть ли такие ситуации? То есть вопросов два. Первое – это выбор стимула. Вот, например, в варианте с Дашей мы полгода искали этот стимул, чтобы она могла с помощью системы ПЭКС что-то просить. Мы не могли понять, что ей хочется, и Даша выла на всю школу. И мы нашли это только на переменах, когда выяснилось, что она очень любит массаж. И мы ввели карточку сжимать. Первая карточка у нее была именно сжимать. Сжимать, щекотать, тактильные ощущения, ей нравились. Мы остального… Ну, понятно, что еда, но она в силу своих особенностей здоровья мы не могли на эти карточки уйти, поэтому мы искали другие стимулы. Мы искали их очень долго. Да, иногда проходит много времени для того, чтобы это найти. И у каждого ребенка свои предпочтения. Здесь именно искусство педагога найти, что же ребенку хочется. Вот. Так, и второй вопрос, напомните мне, пожалуйста, по поводу… Понимаете, негативная… Любая альтернативная коммуникация должна вводиться в рамках системы работы. У нас есть система… Ребенок работает по расписанию. Негативное поведение над ним работают у нас психологи. Они дают нам рекомендации, как и каким способом мы должны снижать это негативное поведение. Вчера был доклад наших психологов об этом. И если у ребенка среда структурирована, то негативное поведение снижается. И после этого и одновременно с этим вводится альтернативная коммуникация. Невозможно ввести отдельно альтернативную коммуникацию и не думать про расписание и структурированность среды. Это должно входить в общую систему работы. Да, это очень серьезный вопрос. Я, например, поссорилась с одной мамой по поводу того, что я попросила ее летом ни одной программы не закачивать ребенку на разговорный планшет. И в сентябре ребенок пришел, и вместо коммуникации у него на планшете была куча-куча игровых программ. И у нас вот была трагедия, мы стирали эти программы. И да, это очень серьезная проблема. Первое условие, которое я родителям ставлю, когда мы вводим планшет, это планшет только для коммуникации и расписания, если требуется. Все. Если у ребенка нет другой мотивации, кроме как игры на планшете, должен быть другой планшет, на котором он играет. Да, именно так. И вы увидели, у Рома есть такой планшет. Лариса Валерьевна дает ему какое-то реклубление. Он может попросить по своему планшету другой планшет, игровой. Спасибо. Подойдете, спросите. Я думаю, что мы сейчас можем прерваться с вами, и без 5-4 мы с вами встречаемся и продолжаем работать. У нас с вами два интересных доклада. И первый доклад я приглашаю сюда, Ольгу Корневу, с ее докладом о современных технологиях обучения детей с аутизмом в школе. Здравствуйте. Я очень рада всех видеть. Меня зовут Корнева Ольга Александровна. Я педагог-психолог школы-интернат номер 95 города Нижний Новгород. Сегодня я освещаю тему опыт использования современных технологий воспитания и обучения детей с расстройством аутистического спектра на примере одного учащегося. Вашему вниманию представлен учащийся. Это Данечка наш. В первый А-класс он поступил к нам в школу в 2014 году. На данный момент он у нас уже ученик четвертого А-класса. Он обучается по второму варианту базисного учебного плана для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью. Не посещал дошкольные общеобразовательные учреждения. Он находился на домашнем воспитании. За год до школы посещал занятия в Центре поддержки семьи обнаженной сердца. Для осуществления коммуникации ребенок не пользовался вербальной речью. Он не мог делить пространство с группой сверстников. Проявлял агрессию. То есть он у нас щипался, дрался. Альтернативную коммуникацию не использовал. В соответствии с этим у нас были проблемы с поведением. По результатам медицинских показаний ребенок был соматически здоров. И этот раздел, который сейчас представлен, это первичная оценка обучающегося. В ходе диагностического периода путем изучения характеристик из Центра, поддержки семьи, опросников и анкет, которые были заполнены родителями, наблюдение диагностики по дискретным пробам. И было выявлено, что у ребенка из положительных и отрицательных моментов развиты и западают следующие навыки, представленные на экране. Вы видите, что их не так много. Ребенок достаточно тяжелый. Наши цели были адаптации дидактического материала под уровень развития ребенка, так как это школа, и мы в ней обучаемся. И развитие и совершенствование академических навыков, навыков самообслуживания и саморегуляции. Первичная оценка коммуникации и речевых навыков показала, что ребенок находится на третьем уровне общения. У него очень много было уже сформировано, но общение представляло собой очень эмоциональное выражение мимикой лица и жестами. В основном ребенок общался так. В результате изучения данных, заполненных родителями системы наблюдений, были выявлены начальные навыки, представленные на слайде. Это начальные навыки коммуникации и развития речи. Наша цель дальнейшей работы были обучение работе системы альтернативной коммуникации с помощью альбома PX, развитие коммуникативных функций и просьбов с помощью PX, обучение исследования одноступенчатых инструкций на этапе обучения первого класса и вовлечение в совместную деятельность. В период адаптации к образовательному процессу у ребенка наблюдались следующие формы социально неприемлемого поведения, так как у ребенка совершенно не было никакой коммуникации, кроме его эмоциональности. Поведение было представлено в разных вариациях. Он мог убежать из кабинета, он мог ущипнуть, он мог сильно ударить другого человека, сверстника, учителя, неважно. Он показывал язык, мог очень долго ухмыляться над кем-то. В течение диагностического периода была осуществлена система наблюдения за поведением, заполнением ABC анализа, бланков регистрации поведения, дальше шкалы мотивации, оценки функционального анализа поведения, сотрудниками службы сопровождения, учителями, тьютором и, конечно же, родителями, родственниками ребенка. В следствии наблюдения за поведением было выявлено три типа социально неприемлемого поведения. Это, как вы видите на слайде, физическая агрессия, это убегание и это когда ребенок дразнится у нас. В ходе анализа полученных данных было отмечено, что функции дразнения и физической агрессии это было привлечение внимания ребенка в предшествующем окружении. Вы видите, когда это возникало. И также у нас было поведение убегания. Это функцией являлась уход от деятельности. В связи с тем, можно следующий? В связи с тем, что частота и интенсивность поведения физической агрессии, являющейся наиболее опасным поведением, и убеганием были высоки, и мешали адаптационному периоду процессу ребенка, было принято решение составить поведенческий план именно на эти два поведения. Но то поведение, которое является тоже социально неприемлемым, как дразнение, о чем я говорила, когда он показывает язык, это социальное поведение тоже убиралось с помощью задач, которые ставились на более опасное социально неприемлемое поведение. То есть оно никуда у нас не исчезало, с ним работа тоже обязательно проводилась. Здесь на слайде вы видите один из кусочков плана поведенческого вмешательства. На самом деле это план огромный, здесь собирается очень много информации о ребенке, от родителей, характеристики на ребенка, какие-то особенности физического развития, медикаментозное лечение, если есть такое. Далее у нас описываются как раз функции поведения социально неприемлемого. И дальше мы продумываем замещающее поведение, которым мы будем учить вследствие работы с планом ребенка в дальнейшем. И сейчас вашему вниманию будет представлено видео ребенка и его поведение, и вообще жизни в школе до следующего раздела это реализуемые подходы и технологии. Конечно же цели поставленные можно дальше? Цели поставленные нами в развитии навыков ребенка не могли обойтись без внедрения специальных подходов и технологий работы. Так развитие и совершенствование навыков саморегуляции, самообслуживания предакадемических и академических навыков у нас были реализованы через организацию пространства и структурирование урочной и неурочной деятельности. Организация пространства это очень важный этап работы. Мы делили класс на зоны. Это игровая для фронтальных занятий и для индивидуальных занятий зоны. Также у нас было внедрено отсутствие внешних раздражителей, то есть класс у нас был не заполнен какими-то отвлекающими моментами, ничего яркого, ничего громкого в связи с различными особенностями детей в классе. То есть Данечка там не один, понятное дело, поэтому класс у нас был без внешних раздражителей. Визуальные маркеры в кабинетах, в коридоре, вот вы видите на слайде тоже есть, в столовой. То есть здесь все, что может помочь ребенку ориентироваться в пространстве, знать, куда он идет и зачем он туда идет. Также ярлыки на контейнерах, корзинах, конвертах для заданий и игрушек, расписании на день и, конечно же, структурирование урочной и внеурочной деятельности. То есть здесь очень важно было тот момент освещать ребенку, что мы очень часто ездим на какие-то экскурсии, очень часто у нас проходят в школах мероприятия внеурочной, где ребенок тоже должен быть включен и знать, зачем и что он там делает. Поэтому для них создается визуальное расписание, всевозможная поддержка, которая помогает им понизить уровень тревожности и знать, что происходит дальше и вообще происходит сейчас на данный момент. Можно следующий? Также у нас происходит адаптация работы и по индивидуальному работе, здесь и дискретные просьбы нам проводились, также очень любит Даня индивидуальную работу, потому что он часто там получает поощрение, потому что он работает один на один с учителем, получает должное внимание, которое очень хочет получить, и поэтому у него огромный стимул делать все хорошо, делать правильно и расти, развиваться дальше, потому что здесь он успешен. Во фронтальной работе на данный момент, конечно, он успешен тоже, потому что прошло очень много времени, и он стабилизировался в этом плане работе в группе, также у нас проходит работа в эрго-комнате, тоже с помощью бесконечной визуальной поддержки, которая помогает детишкам знать, что они делают, когда и как, и внеурочная деятельность представлена на экранах, соответственно, из-за того, что он очень любит общаться, здесь деятельность такая немножко нестабильная, потому что иногда планы могут поменяться, потому что это праздник, мало ли какие бывают ситуации, но он очень любит эти праздники теперь, вот вы видели в начале, как он танцевал, сейчас он танцует бесподобно, великолепно, участвует везде, старается быть со всеми вместе в группе, давай следующим, обучение ребенка с помощью альтернативной коммуникации у нас проходило тоже от альбома PX, когда он перешел быстро все этапы, и у него появилось достаточно много слов в словаре, мы ввели ему планшет коммуникативный, также мы работаем с развитием глобального чтения у ребенка, потому что мы работаем с визуальной поддержкой, которая тоже везде подписана и словами, это следующий этап развития ребенка, чтобы он мог не на картинке опираться, а именно на слова, поэтому мы обучаем его по пониманию слова, с лечением слова с картинками в различных вариациях по уровню развития ребенка. Можно дальше? Здесь вам представлен слайд подхода и технологии в реализации поведенческого плана, это и сам план в принципе очень сложный сам по себе, просто что-то я тут забрала с собой, и та работа, которая проводится, она тоже достаточно объемная и сложная, поэтому без вот этих подходов и технологий просто нам не жить. Вот структурирование урочной и неурочной деятельности у нас проходит для данной непосредственно и для многих детей, у которых есть нарушения поведения в виде визуальных и обычных таймеров, в виде жетонных систем, в виде системы сначала-потом и социальных историй. Конечно, это все очень мобильно быстро происходит, то есть у него есть определенная система, по которой он работает, то есть это расписание, это какие-то визуальные поддержки в течение каких-то заданий, занятий, но есть такие моменты, когда поведение наше становится социально неприемлемым и нам нужна помощь, поэтому здесь прибегают быстро какие-то технологии, с которыми мы работаем в поведенческом плане. И также структурирование дидактического материала, так как у нас проходят занятия групповые и индивидуальные с психологом непосредственно. Мы работаем с такими книгами, как «Части тела», «Моя безопасность» и книги по безопасности летом. «Безопасность летом» у нас проходит в основном во время лагеря. Здесь мы изучаем безопасность в разных ее проявлениях на природе, в школе, потому что мы туда все еще ходим в июне, допустим, на дороге, в автотранспорте, везде, где ребенок может находиться, мы обсуждаем правила безопасности и поведения. «Части тела» здесь тоже не просто книжка по изучению частей тела, здесь книга социального взаимодействия с другими людьми. То есть мы опираемся здесь на то, что ребенок узнает уже части тела на себе на другом, он может узнать эти части тела, допустим, на кукле на какой-то, и потом мы начинаем работу с тем, что не все части тела трогать можно. Это не касается его самого, это касается непосредственно других людей, с которыми он взаимодействует, это нам нужно и для альтернативной коммуникации, потому что мы должны как-то попросить внимания у другого человека, если он стоит спиной, чтобы мы не по голове его попросили посмотреть на нас, а за определенные части тела, которые трогать можно. Они у нас выделяются тоже визуальными маркерами, это зеленый маркер и красный. Соответственно, все, что окрашено красным, трогать нельзя. И моя безопасность книги проводится сейчас индивидуально и не со всеми детьми, это рассчитано больше на подростковый возраст, то есть это детки четвертый, пятый класс у нас сейчас здесь пока мы занимаемся с лечением карточек, кто в какой группе находится, какие правила мы с этими людьми, находящимися в этой группе, можем использовать. То есть здесь правила социального взаимодействия с группой людей, это например родственники, это незнакомые люди, это люди, которые специалисты, например полиция, врачи, то есть что ребенок с ними может делать, что делать не может, например, он с родителями, родители может поцеловать щечку, сесть на коленочки, если очень хочет, обнять, но этого он не может сделать ни с специалистами, ни с учителями, допустим, ни с своими сверстниками, и также с чужими людьми, там все доступно для ребенка. Единственное, что эта задача пролонгирована во времени, потому что есть задачи в виде специалистов и в виде других людей из других групп, с которыми они каждый день общаются, понять, почему он может раздеться с мамой и также может раздеться при враче. Это очень сложно объяснить, потому что детки иногда не понимают, для чего нужно, и вообще, в принципе, боятся врачей. То есть здесь работа проводится не только с самой книгой, но и с социальными историями, которые уменьшают опять же уровень тревожности и понимание ребенка, для чего это собственно нужно. Спасибо, Илюш, и дальше. И последний раздел, это результативность работы. На экране сейчас представлены результаты работы по развитию навыков на май 2017 года. Вы посмотрите, сколько уже всего ребенок добился за это время, сколько у него навыков теперь развито. Он преуспел не только в предакадемических, но и академических навыках и в развитии общения с другими людьми, взаимодействия, то, как он работает в туалете, то, как он работает и общается в столовой, где-то в таких моментах, где у ребенка западали навыки, он сейчас это реализовывает на практике очень замечательно. Давай следующий слайд. Результаты развития навыков коммуникации на май 17-го года. Здесь уже у нас шестой уровень у ребенка. Здесь, конечно же, очень много чего. Ребенок перепрыгнул. То есть, за это время, во время его развития, ему все равно хотелось общаться, хоть как-то. Поэтому, где-то есть моменты, где ребенок западает вовсе. Есть моменты, которые он перепрыгнул. Есть моменты, где он уже говорит речу. Есть моменты, где он говорит альтернативной коммуникации. Но многое сейчас на стадии становления и очень много задач. Это замечательно, что нам есть с чем работать, потому что все здесь вот так живо меняется у нас. Поэтому, я думаю, что в скором времени мы окрасим все зеленым. Дальше. Здесь у нас с вами на 15-16 учебный год система альтернативной коммуникации. Дани, как я говорила уже, в виде ПЕКС освоил. И после семинара, который у нас проходил, мы ввели Дане коммуникативную, коммуникативный планшет. Его словарь на сегодняшний день 136 слов. Даня активно продолжает использовать эту карту в жизни. Результаты реализации поведенческого плана на май 2017 года вот такой. вы видите его на экране. Почему у нас первое время во время диагностики и введения плана были одинаковые показатели? Потому что у нас иногда даже очень увеличивалось поведение, потому что когда мы вводим что-то новое для ребенка и ограничиваем внимание на то, что у него было постоянно, то есть не подкрепляем его социально неприемлемое поведение, оно увеличивается. Соответственно показатели у нас были фактически идентичны тому, с чем он пришел. И на май 2017 года, так как прошло очень много времени, так как работа до сих пор ведется, у нас показатели фактически равны нулю. Есть моменты, есть какие-то сложности с поведением, он, конечно, к ним может вернуться, потому что он большое количество времени привык так общаться и взаимодействовать с этим миром, но чаще всего и по созданной системе ему, конечно, просто даже незачем это делать. Цели дальнейшего развития обучающегося тоже у нас представлены на экране. Мы продолжаем работать над развитием и совершенствованием академических навыков, навыков саморегуляции и самообслуживания с целью успешного освоения образовательной программы. Продолжать использовать коммуникативную доску, планшет, с целью расширения активного словарного запаса, повышения качества коммуникативных навыков ребенка и снижения частоты проявления социально неприемлемых форм поведения и развитие навыка общения со сверстниками и взрослыми в условиях школы и вне ее. Также продолжить работу по поведенческому плану с целью предотвращения появления кризисных моментов развития обучающегося. И сейчас хочу вам представить видео на момент третьего класса фонду. Огромное спасибо тем людям, которые нас обучают и продолжают обучать за то, что мы получили огромный опыт, огромную кучу просто знаний, которые очень хотим и применяем на практике. Я надеюсь, мы не остановимся на достигнутом, будем развиваться вместе. И хотелось бы сказать огромное спасибо тем людям, с которыми я работаю, которые очень много делают для всех наших детишек, потому что я представляю целую команду, которая работает с этим ребенком и не только с этим. Спасибо вам большое. Спасибо. Есть ли в зале вопросы? Я еще раз хочу поблагодарить. Большое спасибо за вашу работу, за то, что вы наполняете смыслом деток жизнь особенных детей и от всех мам, и от специалистов, дай бог побольше таких специалистов, как вы. Я просто хотела уточнить один момент, в своей работе вы определяете начальный уровень коммуникации. Вот я вижу здесь методику матрицы общения, правильно? А еще какие-то есть методики? Или вы только одной пользуетесь? Мы вообще очень связаны именно с этой матрицей. И у нас возникали небольшие проблемы в школе непосредственно с логопедией, потому что очень часто меняются люди. Но чаще всего мы используем эту матрицу наблюдения и наших любимых специалистов, которые приходят к нам на помощь, потому что с этим у нас есть небольшие проблемы. Поэтому пользуемся ей. Вчера было выступление Дарьи Жуковой, которая очень подробно рассказывала о том, каким образом проводится оценка коммуникации у детей с расслабительного аутистического спектра. Можете посмотреть на сайте форума, посмотреть презентацию, открыть. Там будет еще несколько дополнительных шкал, по которым это можно измерить. Это наши помощники любимые. Спасибо вам большое. Хорошо, спасибо. И у нас последнее на сегодня выступление. Я приглашаю сюда Черкову Дину с ее докладом «Практика включения детей с рас в систему общего образования в Воронежской области». Меня зовут Черкова Дина Станиславовна. Так слышно? Я работаю методистом в Воронежском институте развития образования. Вот еще два дня и дальше я должна перейти в другую структурную единицу. У нас организуется центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения. До сих пор я работала Веро. Это институт, который курирует проект создания ресурсных классов и ресурсных групп в Воронежской области для детей с аутизмом с применением прикладного анализа поведения. Первый слайд спасибо фонду выход, который помог собрать данные, предоставил эту картинку. Говорит нам о том, что согласно статистике 1% детской популяции это дети с рас. И вот такие цифры мы видим 4355 детей это прогнозное количество детей в 2016 году и 712 детям поставлен этот диагноз это данные Департамента Здравоохранения Воронежской области. И на этом слайде представлены цифры, которые говорят о масштабе как у нас это происходит. Если в первом году в ресурсной группе у нас было 12 детей в ресурсных классах у нас было 2 класса обучаясь 15 детей то вот уже в 17 году в сентябре у нас вот такие данные 37 дошколят у нас учатся в ресурсных группах и 101 школьник это начальная школа 1 2 3 сейчас классы из них из всех детей у нас 59 детей невербальные это школы общеобразовательные без уклонов без специализации общеобразовательные государственные школы в правой стороне слайда данные о педагогах которые работают в этих классах вот так таким образом можно посмотреть что в школах у нас 101 тьютер в детских садах 31 тьютер у нас модель когда на одного ребенка сразу 1 тьютер и вот так вот можно посмотреть что в области сейчас у нас 14 учителей ресурсных классов и 4 воспитателя так устроена модель ресурсного класса все классы работают одинаково по одной схеме это государственные еще раз школы все финансирование у нас это областные бюджеты то есть все зарплаты у нас получают педагоги от школы модель представлена таким образом что директор супервизор это капитаны в проектах которые ведут свою образовательную организацию по проекту учитель и специалист паб это педагог психолог учитель и педагог психолог которые есть в каждом ресурсном классе и тьютеры которые есть у каждого человека у каждого ребенка в каких условиях мы работаем мы уже несколько раз говорили за эти дни что сейчас вузы не готовят ни учителей ни тьютеров ни специалистов прикладного анализа поведения не готовят для работы в инклюзивной школе и проблема кадров это самая острая самая большая из сложностей которая есть супервизоров со знанием прикладного анализа также не готовят к государственной системе и сейчас на следующем слайде я расскажу как мы выкручиваемся из этой ситуации и самое грустное что руководители образовательных учреждений я имею ввиду заведующих детскими садами и директоров школ также не обучают принципов инклюзивного обучения и воспитания и опыт показывает что это очень важно как мы решаем проблемы с обучением институт развития образования ВИРО проводит курсы за счет участия в федеральной программе в ЦПРО это курсы повышения квалификации и все педагоги ресурсных классов у нас проходит обязательное обучение где мы рассказываем базу по основам прикладного анализа поведения тренируем руки у нас есть тренинговый план чтобы педагоги придя 1 сентября и увидя детей первый раз уже могли что-то с ними делать в соответствии с методом мы проводим семинары и тренинги для персонала ресурсных классов это внутренняя история мы продумываем систему поддержки спрашиваем условно говоря педагогов я опрашиваю педагогов в чем сложность с каким из методов проблема чему лучше всего потренироваться дополнительно и на базе Воронежского института образования собираю педагогов собираю тьютеров и проводим внутренние тренинги и семинары по разъяснениям особенности работы сейчас у нас проходят 10 3 педагога уже обучились и 10 сейчас учатся то есть всего 13 педагогов ресурсных классов и ресурсных групп обучались и обучаются по модульной программе прикладного анализа поведения это не государственная к сожалению пока еще история нам помогает оплатить это обучение фонд выход это наши партнеры друзья люди которые в принципе принесли программу на нашу землю которая вот так удачно дала свои плоды то есть обучение вот этих педагогов это мы пытаемся вырастить своих собственных супервизоров чтобы не зависеть от супервизоров из других городов или из других стран что еще сложнее потому что у них как правило долларовые гонорары а в этом году мы перешли еще и на самостоятельную оплату супервизии то есть теперь школа сама оплачивает супервизии для ресурсного класса это сложный процесс он еще только выстраивается первый год мы этим занялись до этого все супервизии оплачивались фондом выход для нашей области также в этом году у нас открылись впервые программы магистратуры по инклюзивному образованию и там студентам будут преподаваться основы прикладного анализа поведения и правила работы инклюзивной школы базы основы основы работы инклюзивной школы это первый год существует поэтому пока вырастут созреют специалисты придется дожидаться и сейчас ведется разработка программ подготовки специалистов на базе воронежских вузов кадровый голод как-то надо с этим как-то надо что-то делать поэтому вузы сейчас уже готовы к тому чтобы разрабатывать программы мы собираем интеллектуальные усилия все пока на базе веро к тому чтобы все-таки создать государственные программы чтобы у людей было написано в дипломах о том что человек имеет квалификацию и может действительно пользоваться прикладным анализом поведения чтобы мы его официально могли принять школу чтобы у школы не было проблем с трудовыми инспекциями о том кто и как работает в школах сейчас у нас тьютеры имеют все либо педагогическое либо психологическое образование по опыту скажу что лучше всего работают в прикладном анализе поведения я думала психологи оказалось нет лучше работают педагоги особенно это касается детей у которых хороший уровень навыков это дети 8182 особенно дети 8.1 которым нужно достаточно небольшая облегченная программа коррекции поведения а дальше их нужно учить по учебникам этой школы и лучше всего работают как раз педагоги которые являются учителями начальных классов и они легче адаптируют материал легче этому обучаются еще одна из особенностей нашей области у нас совсем никто и нигде не готовит дефектологов совсем в области их нет мы учимся в Курске еще где-то по стране наши специалисты ездят но в Воронеже не готовят то есть проблема с тем как правильно адаптировать материал как вообще мыслить в этом ключе довольно острая и педагоги с ней справляются по опыту легче и быстрее потому что они в принципе могут преподавать программу начальных классов и вот в голубой рамочке это моя голубая мечта о чем я вот очень переживаю последние полтора года я все-таки много усилий прикладываю к тому чтобы организовать площадку для общения и профессиональных обсуждений специалистов инклюзивного образования нужно складывать профессиональное сообщество потому что в педагогике как уже несколько раз мы говорили о том что зарплаты не так высоки нужна нематериальная мотивация для людей люди должны уметь себя поддерживать особенно в ситуации когда Воронеж стал довольно известен что вот на воронежской земле как-то стали учить системно аутистов к нам поехало большое количество людей и в разные школы и в школы глубинок стали приезжать семьи и говорят вот говорят воронежцы умеют научите нас и педагогам требуется довольно много поддержки и помощи и когда есть профессиональное сообщество есть куда обратиться к коллегам и обсудить вопросы трудности придумать что-то вместе иметь общую базу общую библиотеку пособий каких-то наработок мне кажется это очень будет полезно сейчас мы пока сделали группу в фейсбуке куда выкладываем материалы и общаемся это внутреннее закрытое пространство для педагогов но вот мы думаем как это можно развить и как кроме того к нам очень много приезжает гостей за опытом нужно уже думать как можно с минимальным отрывом от основной деятельности от детей делиться своим опытом и делиться материалами что сейчас еще из решений вот те люди то что помечено красненьким завуч учитель специалист папы это психолог педагог ресурсного класса и тьютеры они учатся как раз по единой общей программе и это важный момент что завуч который непосредственно с детьми не сидит знает все что должен делать тьютер и все что должен делать психолог и учитель ну довольно довольно подробно потому что мы часто сталкиваемся с тем что ресурсный класс начинает превращаться в какое-то обособленное царство в школе в обычной у них другие зарплаты у этих людей которые работают в ресурсном классе это способствует такому королевству отделению что не очень хорошо для инклюзивной среды как вы понимаете вот и когда мы стали обучать еще и завучей стали объяснять тонкости работы почему у ребенка например мишка игрушка или что для школы страшно не дай бог изюмчик или конфетка когда завучи это понимает процессы приживания нашего проекта в школе идут легче мы встречаем меньше сопротивления у завучей как правило хороший кредит доверия у остальных педагогов этой школы регулярных и она может им дополнительно еще разъяснить что и как у нас организовано что это не отдельное царство королевство это люди которые работают в ресурсном классе но они являются педагогами школы по сложным вопросам в каждом классе есть какой-нибудь Иванов Петров Сидоров который не слушается особенно это в шестых классах происходит и по сложным случаям вы можете обращаться к специалистам ресурсного класса и просите себя консультацию они вам помогут таким образом мы пытаемся показать обычной государственной школе насколько выгодно иметь у себя ресурсный класс что это помощь и поддержка учителям регулярных классов это помощь и поддержка родителям всей школы родителям всей школы мы показываем ту среду которая есть у нас и дети всей школы могут пользоваться ресурсной зоной а не только дети ресурсного класса у меня было большое удивление так из неожиданных кейсов в первый год когда мы собрали родителей наших нейротипичных сверстников и показали посмотрите что мы придумали в вашей школе теперь ваши дети тоже смогут прыгать на батуте и весело проводить перемены и я была шокирована тем что родители написали отказ дети не должны посещать эту комнату вдруг они там что-то сломают и кто тогда за это будет платить и ушло некоторое время на то чтобы объяснить что теперь ваши дети могут интересно с пользой проводить свои перемены они так они также устают как все первоклассники устают и сидеть 30 или 45 минут во второй половине года очень тяжело поэтому когда есть возможность всем детям начальной школы попрыгать на тех же батутах на фитболах поиграть в игрушки мне кажется это такая плюшка польза которая помогает нашему проекту легче прижиться в обычных школах потому что вопросов у родителей конечно возникает много с чего это вдруг в нашей общей образовательной школе появились такие целый класс детей с ОВЗ это то о чем я говорю это такое мнение наше консолидизм общее мнение о том в каких условиях мы пришли все таки когда мы приходим в школу 70% педагогов как правило высказываются против инклюзии они не хотят они не готовы по разным причинам но все-таки изначально мы встречаем сопротивление 80% педагогов в принципе имеют низкую мотивацию к профессиональному росту и развитию наверное это не секрет вы знаете что профессия учителя а профессия воспитателя стала совсем у нас в стране неуважаемой это какая-то наша общая я думаю боль огорчение потому что работа очень сложная школы набирают педагогов которые согласны работают за такую зарплату это не всегда профессионально ответственные и грамотные люди у всех 100% отсутствует подготовка к инклюзивной практике то есть люди которые приходили в эту школу они не планировали работать с детьми с ОВЗ они выбирали себе работу работать в обычной школе если бы они выбирали другую они наверное бы пошли в какую-то коррекционную школу и соответственно у них нету нету не было к этому внутреннего выбора и отсутствует подготовка 70% педагогов я говорю сейчас о начальной школе не хотят присутствия тьютер на своих уроках это такой феномен когда учителя потихоньку начали объяснять о том что ну как вот она будет смотреть что я тут делаю что ли это же да она всем расскажет еще не дай бог родители узнают какой ужас мы не хотим и уходит довольно много времени на то чтобы все-таки преодолеть сопротивление чем-нибудь как правило мы стараемся соблазнить помочь придумать какую-то общую игру еще что-то для этого класса чтобы педагог все-таки принял если педагог регулярного класса не принимает нашего ребенка хоть какой будет золотой ребенок и бриллиантовый тьютер учебы не будет потому что главный в классе всегда учитель и учитель должен не просто мимо пройти спокойно а должен дать задание нашему воспитаннику когда который пришел с тьютером и у него должно быть не просто спокойное и равнодушное отношение он должен быть доброжелателен а это такая нематериальная сфера требует усилий и лучше всего работают как опыт показал тьютерами лучше всего работают студенты люди у которых совсем мало опыта потому что их правильно научили они правильно работают тех которых приходится очень много переучивать им тяжелее сложнее перестроить свою голову это более сложный процесс но молоденькие тьютеры выходят замуж рожают детей и вот есть у нас такие данные что они у нас довольно часто меняются это неплохо жизнь но мы находимся постоянно в кадровом голоде мы только нашли подходящих с каждым лично прособеседовались обучили и вот она полгода прозанималась с ребенком и у ребенка начались успехи и тут она выходит замуж и мы все дальше с ужасом на нее смотрим когда беременна она или еще нет потому что тьютеры очень большая ценность подходящие тьютеры вот мы очень с удовольствием и всегда приветствуем и всячески поддерживаем и мотивируем всеми поощрениями какие там только доступные мужчин тьютеров мужчина тьютер сам по себе большая ценность это часто человек который сам по себе мотиватор для детей вот и вот скажу что с каждым годом мужчин становится в проекте тьютеров больше они все-таки рассказывают коллегам и к нам приходят в проект тьютеры педагоги инклюзивной школы решение сегодня слайд о том что мы делаем для того чтобы инклюзия приживалась развивалась в общеобразовательных школах надо понимать что ресурсный класс это дорогая история требуется отдельное помещение а желательно не одно и как правило мы себя всегда достаем два помещения в одном у нас учебный процесс и как минимум сенсорная зона должна быть это должны быть педагоги это должно быть оборудование довольно дорогая история для общеобразовательной школы но школы нам выделяют не самое скажу востребованное у родителей потому что самые востребованные школы в которых самые сильные педагоги как правило переполнены и там уже не найти такого помещения то есть когда у нас появляется школа в которой говорят вот тут вы откроете свой ресурсный класс как правило это школа в которой есть место почему-то и это значит что с детьми там ну скажем мягко работают не на полную катушку поэтому приходится много говорить с руководством школы об инклюзивных практиках что это что это вам даст для чего это потому что все определяется все равно всегда головой и если наш замечательный класс и все обученные педагоги сидят и работают и у всех жетончики и поощрения и все лежит на местах но если мимо идет директор и говорит а я сейчас хочу чтобы у Сидорова значит забрали мишку потому что он и так умный и будет работать за молодец работа рушится и чтобы этого не происходило директор как и заводч должен очень хорошо понимать принципы на которые мы опираемся он должен их сначала хотя бы соглашаться с ними а потом мы идем к тому чтобы он начинал их разделять потому что это мое личное мнение ресурсный класс это такая таблетка для школы которая болеет нелюбовью к детям потому что мы своих детей хвалим мы их поддерживаем мы опираемся на их сильные стороны и хорошо бы чтобы и вся общеобразовательная школа действовала по такому принципу мне кажется тогда у детей будет более счастливое детство у всех невзирая ни на какие педагогические условия мы проводим обязательно презентации на педсоветах о работе класса потому что одна из задач чтобы как раз ресурсный класс не стал отдельным королевством еще раз скажу у нас действительно большая разница в зарплатах педагоги ресурсного класса получают больше сейчас расскажу за счет коэффициента который жестко зафиксирован у нас есть бюджет который это принял у нас финансирование на одного ребенка с аутизмом в 19 раз в ресурсном классе это норматив в 19 раз выше чем на нашего нейротипичного сверстника то есть на одного ребенка у нас приходится 612 тысяч в год Воронежская область да это бюджет региона так вот нам везло до сих пор и абсолютно все всегда упирается в деньги вот нам везло действительно регион решил этот проект поддержать и бюджетами что помогает нам мотивировать ютров потому что работа сложная тяжелая и если не будет мотивации как все знают кто занимается с детьми с ОВЗ работы не будет люди должны вложиться в свое развитие в свое образование они должны научиться работать по прикладному анализу поведения это затраты для человека и должна быть соответствующая достойная зарплата вот наш регион постарался и решил эту проблему так но есть обратная сторона да когда начинаются сложности и говорят вот она там сидит с одним и сложным а у меня вот таких 35 это не важно что у них нет диагноза это проблема и это начинаются конфликты среди педагогического коллектива вот чтобы этого не было мы проводим презентации рассказываем всегда предлагаем свою помощь в работе со сложными детьми нашими нейротипичными сверстниками школа должна почувствовать такая наша общая позиция школа должна почувствовать пользу что ресурсный класс это ваша помощь и облегчение педагоги ресурсного класса и развитие идеи сетевого взаимодействия не в каждой школе есть логопед сейчас у нас только в трех школах есть люди которые официально являются логопедами в школе они работают логопед прописан всем детям в ПМПК как правило и очень мы опять же складывая профессиональное сообщество знакомим школы говорим где есть какие логопеды где есть какие специалисты с тем чтобы школы дружили общались заключали договор с сетевым взаимодействием и договаривались о том как педагоги будут поддерживать школы что я заканчиваю собеседование при устройстве на работу персонала это одно из одно из решений с тем чтобы отсеять тех которые совсем не могут заниматься такой работой которые пришли зная о том какие зарплаты и к сожалению мы это вынуждены делать потому что слухами земля полнится и уже зарплаты называются такие которые я боюсь и Путин не называет но слухи тем и приятно что все можно преувеличить и запрос к профессиональному сообществу сегодня то что нам нужны технологии работы с педагогами сейчас пока мы это все обкатываем у нас нету прописанных но с каждой школа разрабатывает сама и классные часы и уроки доброты и если коллеги у вас есть чем поделиться в этой сфере мы будем очень благодарны везде ставим авторские права если где-то что-то нужно вот всем семинарам обучающим материалам мы рады все внимательно изучаем работа со средой сегодня я немножко сказала о том что это сложный процесс нужно найти два помещения как минимум и туда нужно специальное оборудование в общеобразовательных обычных школах как правило с этим сложно недостаток помещений в школах почти во всех школы переполнены и недостаток учебных материалов потому что общеобразовательная школа как правило не покупает у них нет учебников восьмого вида никаких специальных учебников у них нет. Как мы решаем эту проблему сегодня? Во-первых, все школы у нас подведены под программу «Доступная среда», и по этой доступной среде мы покупаем оборудование. Кроме школы, не города, а те, которые мы берем в проект. Там, где мы пытаемся сделать ресурсный класс, мы их подводим с тем, чтобы на деньги доступной среды можно было оборудовать эти классы. Это сложная история. Много чего нельзя купить по этой доступной среде, и тогда нам помогают благотворители, друзья. Мы стараемся всеми силами, как можем, но очень много чего можно купить именно по доступной среде. Школе очень поможет, если наконец-то мы родим, создадим каталог с вариантами специального оборудования, чтобы они это могли купить официально, не ломая голову, потому что, когда приходит в школу идея о том, что давайте сделаем ресурсный класс, приходит идея не директору школы, и когда его просят сделать у себя этот ресурсный класс, он не знает, где что и покупать, что для чего предназначено, он не знает, как оценить свои траты, как расставить приоритеты, и такой каталог бы очень нам помог. Сейчас вот мы над ним работаем. Работа над эргономикой пространства школы, но это всегда полезно, всегда в школе есть какая-то кладовочка, еще какой-то уголочек, где что-то можно прилепить, пришпандорить, что-то можно как-то переосмыслить, как-то спроектировать траекторию детей. Были бы на это интеллектуальные силы, и если бы заучь по инклюзии, которая вот у нас есть, постарался в этом направлении подумать, как правило, получается. Работа над индивидуальными пособиями, но это известная практика, мы для каждого ребенка делаем его индивидуальные пособия, и для этого мы покупаем оргтехнику в школы, это всегда цветной принтер, это всегда ламинатор, это всегда принтер черно-белый, это всегда компьютер с интернетом, где можно накачать себе пособие, картинок и сделать что-то индивидуальное. И опять же из голубых мечт, то, что мы пытаемся сделать, сейчас у нас уже много площадок, у нас 17 площадок в области, 5 из них это областные города, то есть не Воронеж, маленькие областные города. И вот накопился материал, который этому ресурсному классу, данному ресурсному классу уже не нужен. Ну, например, мы всех детей научили, и уже никому из них не нужны наушники. Наушники в школе на балансе висят. Это деньги, которые висят просто так. Мы сейчас пытаемся создать площадку, где мы можем организовать вот такой вот склад нужных и полезных вещей, чтобы школы могли сдать то, что им уже не нужно, и взять, что им нужно. Это сложно технически организуется, потому что все школы по отдельности связаны с деньгами и юридическими моментами. И организация пространства для социально-бытового ориентирования. Пока у нас не удалось ни в одной общеобразовательной школе такое сделать. Это возможно, и это есть в коррекционных школах, но в общеобразовательных найти такое место и организовать там стиральную машинку, утюги и все остальное, пока мы не нашли вариант, как это можно сделать. Одно из условий, одно из сложностей, в которых мы живем, это вот слайд, который говорит, сколько часов супервизии, как много нам супервизии нужно было за два года. Предыдущих сейчас вот третий год мы начали. И вот откуда у нас супервизоры взялись. Они взялись у нас из США, из Азербайджана, Санкт-Петербурга и Москвы, в Воронеже супервизоров. Нет. Сейчас вот, когда эти десять человек доучатся, мы очень надеемся, что у нас будет свой пол специалистов. Мы их во все места целуем, чтобы они продолжали работать в системе образования и никуда от нас не уходили. И потребности в методической поддержке. Это то, что нам нужно, это то, что у нас дефицит и нехватка, то, что мы ищем. Нам очень нужны курсы для педагогов по работе с агрессивным поведением. Сейчас пришли в школу дети, которые с агрессивным поведением. Они большие, они больше тьютеров размером, они взрослые, им по 9 лет. И курсов, как их называют, самообороны у нас нету в системе подготовки. Но нужно так взаимодействовать с ребенком, чтобы он не покалечил тьютера, потому что он еще пригодится и другим детям. И чтобы не покалечил в том числе и себя. И это довольно сложная проблема. Мы сейчас ищем контакты, и фонд выход очень в этом помогает. Мы нашли такую тему, как айкидо. Это система взаимодействия, которая не предполагает нанесение ударов. Такое довольно спортивное взаимодействие. Вот мы надеемся, что с этого года для наших педагогов еще будут облегченные курсы айкидо. Это полезно, это кажется, что смешно, но когда на тебя бежит десятилетний мальчик, который так еще обут, что если он тебя пнет и сломает тебе ногу, то и тьютер останется на больничном, и ребенок останется без помощи. Это важный вопрос. Курсы по формированию навыков оказания скорой помощи очень важная тема. Сейчас у нас их нет. И если коллеги у вас у кого-то есть, где посмотреть, буду очень благодарна, потому что есть часть очень ответственных педагогов, которые боятся начинать работу с такими детьми, зная, что у них могут быть приступы эпилепсии, и они не знают, как себя вести, и они просто не идут в эту сферу, потому что они боятся, ну как дети с аутизмом, а я не медик, говорят нам педагоги, и просто не идут в эту сферу. И если у нас будет такой облегченный курс, мне кажется, это поможет и нам себя чувствовать увереннее, и легче будет с кадрами. И программа профилактики профессионального выгорания. Пока мы держались на зарплатах, энтузиазме, но все равно профессионального выгорания никто не отменял. К третьему году проекта я вижу, как педагоги с ужасом планируют, значит, как дожить до каникулов осенних, весенних, зимних и летних. И очевидно назрела необходимость уже какой-то систематической поддержки педагогов, тьютеров, потому что у детей каждый раз, когда мы отправляем на каникулы, не дай бог какой-то зимний карантин по гриппу и не знаем в каком состоянии придут дети, педагоги очень нервничают и сгорают быстрее, потому что у детей довольно неровная картина развития, есть дети, которые устойчиво движутся, есть дети, у которых бывают серьезные сильные откаты, и что очень сильно рушит педагогический коллектив, если его правильно не поддерживать. И последний слайд, работа с родителями, я считаю, что это успех заложенного, успешного развития модели ресурсный класс. Этот проект появился, потому что родители потребовали у нашего правительства такую модель. И родители это самые обученные люди, сейчас уже мы выравниваемся, и теперь у нас педагогов, которые не родители, стало больше, а начинали мы благодаря очень плотной поддержке родителей, которые говорили, а вот там учат, вот тут учат, а вот это хорошо, посмотрите, какие пособия. В любом случае в школе ребенок проводит три часа, и все остальные часы своей жизни он проводит с родителями, и если у нас не будет с ними хорошего продуктивного контакта, мы даже если будем двигаться вперед, то очень медленными темпами. При поддержке родителей, когда они согласны делать домашнее задание, согласны в карантин индивидуально прийти и что-то повторить, если есть на это правила школы, согласны в летние каникулы поддерживать программы поведенческие, успехи у детей, конечно, значительно выше. Поэтому у нас родители участвуют на всех уровнях, они не просто приходят в школу и приводят своих детей, мы их приглашаем на круглые столы на всех уровнях образования, чтобы они могли объяснить, что они хотят, услышать, что мы можем, и все вместе мы находили решение накопившихся сложности проблем. Вот у меня все, спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, если в школе есть ресурсный класс, то есть штатное расписание, которое вы показали? Завуч по инклюзии, куратор программы. Нет, куратор программы это всегда, это пока в моем одном лице. Это я, это человек, который работает вне школы, потому что есть часть конфликтов, которые нужно решать, чтобы был кто-то третий. Если конфликт в школе, например, у учителя с директором, нужен кто-то третий, кто поможет им договориться. И куратор это внешний человек. Понятно. Это кто финансирует это штатное расписание, бюджет? Бюджет. То есть это написано в положении ресурсном классе. Если есть ресурсный класс, то вот эти штаты положены. Спасибо. Это все бюджет. У меня вопрос может быть очень глупый, но формальный. Не бывает в нашем деле. Ресурсный класс, это дети зачислены в один класс или эти дети зачислены в общеобразовательные классы, ну по своим параллелям. Да. И ресурсный класс, это просто образовательная модель. Это образовательная модель, это пространство, дети зачислены в первое, 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 первое. Но сейчас мы приходим к тому, о чем говорила Лилия Олеговна, это один из наших кураторов-супервизоров, к тому, что к созданию автономных классов. Сейчас пока очень тяжело на это соглашается родительское сообщество. Они говорят, что вот вы делите детей на сильных и слабых, а мы хотим учиться все вместе, но мы разговариваем с родительским сообществом, что будет больше пользы, если у нас все-таки будет ресурсный класс и автономный класс, но при условии, что они будут открыты, дети могут переходить из одного формата в другой. Потому что сейчас у нас все работают, учителя работают, и у всех есть обязательства учить детей 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 в одном пространстве. Это очень сложно организуется. Мы работаем по подгруппам, но в будущем, я надеюсь, мы все-таки перейдем к более оптимальному варианту создания автономных классов. Он должен быть для тех детей, которым он даст больше возможностей. Мы сходим из интересов детей, и есть дети, которым одна из сложностей. У нас не все же дети могут заходить в школу, прям 1 сентября встал и пошел. Некоторых детей мы учим заходить в школу, и они в принципе по своему расписанию занимаются. Это все индивидуально прописывается школой, и для них определенно легче будет привыкать к автономным классам и заниматься сначала там. Ну, как правило, у нас же первые полгода сокращены по 30 минут у детей уроки. Да. Послушайте, это очень важный момент. Спасибо за вопрос. У нас ресурсный класс живет по правилам школы. Есть ли все первоклассники в 11-15 идут домой, наши первоклассники тоже, и только по каким-то особым причинам они могут остаться на дополнительно коррекционные или, сейчас тестирование у нас проходит, на такие мероприятия. Но все, что должны делать дети в регулярных классах, должно происходить и у нас. Если все первоклассники, сокращенный у них день, у наших тоже сокращенный день. У всех удлинился день, у наших тоже день удлиняется. Мы, я говорю, по индивидуальным программам, когда они будут составлены, мы их добираем. Но правила распространяются всех. Если бы родители хотели пойти в какую-то специальную школу, они бы в нее пошли. Приходя в общую образовательную школу, надо соблюдать правила общую образовательную школу. У нас здесь есть вопрос сейчас, секундочку. Здравствуйте. Я не сначала пришла, поэтому прошу прощения заранее, если я сейчас что-то очевидное спрошу. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть в Воронеже фонд выход, который курирует? Нет, фонд выход, к сожалению, не в Воронеже, он в Москве. Он всероссийский. Давайте так, есть некий благотворительный фонд, который помогает развитию ресурсного класса. Правильно я понимаю? Или как? Фонд выход не занимается адресной помощью. Фонд выход, это люди, которые предложили когда-то наш правительству Воронежской области этот проект. И они поддерживали на начальном этапе с условием, что мы перейдем на государственные рельсы. С тем, что вся зарплата будет государственная, бюджетная, с условием с тем, что мы перейдем потом на оплату супервизии тоже государственным путем. И вот мы это сделали. А сейчас как у вас обстоят дела? Кто платит за супервизию? Откуда средства на поведенческую программу? Это все бюджет. Я говорила об этом. Как раз у нас финансирование на одного ребенка в ресурсном классе в 19 раз выше, чем на нейротипика. То есть если на обычного ребенка у нас 31 тысяча в год, то на ребенка из ресурсного класса это 612 тысяч. Это деньги, которые идут на зарплату педагогов ресурсного класса. Хорошо. А вот вы еще говорили о материальном оснащении школы с помощью... Доступной среды. Это государственная программа, в которой мы участвовали. Подождите, вы говорили еще про друзей, про благотворителей, которые там вам какое-то оборудование, например, покупают. Я хочу спросить вот о чем. Есть ли у вас в опыте, так сказать, есть ли опыт регуляции взаимоотношений благотворительных фондов, каких-то некоммерческих организаций и школы? Вот, например, благотворитель покупает там какую-то вещь, а школа потом ставит ее на свой баланс. Вот как это происходит? Сложный вопрос. И школа часто принимает решения в этом смысле самостоятельно. У нас благотворитель может передать во временное пользование. У нас может оформить по правилам школы документы и, как и любой другой, подарить что-то школе. Как у нас депутаты дарят перед своими выборами доски, что-то еще там, туалеты, еще что-то. Все, все, да, да, все, все по той же схеме. Вы сказали, что в одном классе могут быть варианты 8.1, 2, 3, 4. Да. Дети находятся 3 часа. У него обучение вариант 3. А дальше как? Тьютор и учитель... Ушел из школы, я так поняла. Что? Ребенок ушел из школы, 3 часа прозанимал? Нет, у ребенка закончилась его обязательная программа. И после этого по расписанию, по договоренности с родителями, мы прописываем его дальнейший маршрут по дополнительному... Он идет по индивидуальному маршруту? Да, да. Обязательно. Все дети идут по индивидуальному маршруту. Мы никого не выгоняем из школы после третьего урока. Нет, нет, я имела в виду, это в контексте того, что у нас в школе он, да, условно говоря, 3-4 часа, а потом-то он с родителями дома. В этом контексте я говорю. Еще один вопрос? Да, еще скажите, пожалуйста, вот проект, он затрагивает только детей раз? Да. И никаких других нарушений развития? Ну, мы начали, да, с детей с раз, и сейчас родители детей с другими нозологиями тоже себе хотят это, и это вопрос, который сейчас будет обсуждаться в образе, родители детей с раз смогли объединиться, оформить свой запрос, они нашли юристов, экономистов, всех кого можно, и пришли к государственным органам очень подготовленными. Вот сейчас остальные родители детей с другими нозологиями смотрят на этот опыт, также объединяются, и что будет дальше, посмотрим. Спасибо большое, очень интересный доклад. Спасибо за ваш опыт. И наша секция на этом прекращает свою двухдневную работу. Большое спасибо всем спикерам, всем участникам, большое спасибо за ваши вопросы, и, наверное, мне бы хотелось как-то подытожить, какая-то такая мысль у меня возникла за эти два дня о том, что огромное количество изменений, которые происходят в образовательных учреждениях, они происходят в первую очередь благодаря активности и инициативности родителей. Только с помощью родителей получается что-то двигать, только с помощью родителей получается организовывать обучение специалистов, а в дальнейшем уже организовывать помощь для детей. спасибо большое. Спасибо большое.